так ну что всем привет начинаем наш подкаст сегодня будем говорить и искать где же тот самый сезон которого заждались уже абсолютно все и не первый год будет ли он или нас и с сезоном как с дропами обманут поставят нам себе метку на на альты и будут раскачивать только биткоин это может быть вниз то есть тут еще тоже непонятно будем стараться разобраться сегодня я не один и слава богу я бы один вывез голос может быть у меня маленько странный чуть-чуть могу бубнеть в нос потому что приболел так что сорян сразу вот по поводу моих действий наверняка многие уже ознакомлены на канале я с 13 апреля на 90 процентов нахожусь в рынке непосредственно в альткоинах да там часть депозита есть в эфире по моему около 20 процентов остальное все это альты то есть битка у меня нету и последние покупки или балансировки я совершал именно на как его называют ирана дампи да когда у нас вот эта история противостояние ирана израиля было и альта осыпалась очень сильно тогда я делал последние свои покупки последние усреднения из того момента в принципе портфель я не трогал на 90 на 89 процентов если быть точным сегодня в рынке 11 процентов у меня осталось еще на возможные покупки усреднения и так далее остальной части собственно наверное действия которые я предпринял они говорят в пользу того направления куда я мечу много разных есть мнение относительно того будет ли альтсезон вообще в принципе потому что кто-то считает что его может и не быть кто-то же считает например что альтсезон будет но точно уже не сейчас потому что у нас впереди летний период активность деловая спадет на нет на всех финансовых рынках и криптовалютный рынок не будет исключением и поэтому в целом будет болтанка примерно такая какая она есть сегодня когда биткоин делает там плюс минус один шаг в одну сторону другую альткоины тем временем все равно дешеве но несмотря на это да у нас биткоин проливался ниже чем 11 апреля 13 апреля прошу прощения но альты свое дно не обновили тот же например арбитрум он не доходил до 80 с чем-то центов то есть он сейчас уверенно торгуется в районе доллара тот же оптимизм который торговался в моменте если не ошибаюсь ниже двух долларов что там доллар 80 или что-то подобное но и так далее то есть сейчас оптимизма тех цен достаточно далеко хотя биткоин на самом-то деле не находится в отдалении каком-то 62 тысячи оптимизм при этом 262 доллара сегодня попытаемся ответить на вопрос в случае покупки layer 2 на какой бы альткоин сегодня я обратил внимание потому что я достаточно давно веду пару оптимизм арбитрум есть понимание что по отношению к чему на сегодняшний момент недооценено то есть оно могло бы быть недооценено и 13 апреля когда я делал покупки но картина немного изменилась отношения в этой паре как раз таки сегодня дает больше аргументов принимать решение покупать тот или иной актив ну и самое интересное да попробуем сопоставить действия которые делал я и сделал с действиями ребят которые поделятся надеюсь с нами что они делали возможно и ничего что ждут вообще от альтезона будет ли он и когда и какие действия своих портфелях предпринимали поэтому наверное начнем вот как вот у меня идет по списку так и будем андрюх с тебя давно тебя не было слышно действительно последний раз общались наверное у меня на канале не один месяц наверное прошел уже и на тот момент насколько я помню ты был в рынке что-то там процентов на 55 если не ошибаюсь может быть может быть чуть-чуть ошибаюсь вот интересно сегодня послушать как у тебя изменилось состояние портфеля возможно у тебя вообще там есть изменения потому что у меня помимо того чтобы поменялись доли у меня и сам портфель качественно поменялся вот я хотел бы почему-то до сих пор виктор не присоединился пока ты будешь сейчас разговаривать и рассказывать про свой портфель я решу этот вопрос потому что например в моем портфеле исчез полкодот то о чем много стримов а вот и виктор присоединился то о чем много стримов подряд говорили и сегодня там народ конечно бунтует в этом плане пишет что все теперь наконец-таки у полкодота открыта дорога что я лошара сделал неверную ребалансировку и так далее но обсудим этот момент обсудим ушла ли вера в полкодот и так далее ну и ваше мнение в том числе послушаем поэтому у меня портфель помимо долей он поменялся еще и в качественном соотношении то есть он сильно изменился если раньше там главенствующую роль занимал полкодот то сегодня главенствующая роль выделена эфиру и л2 чейном и примерно треть портфеля отведена именно на эти проекты это эфириум это старкнет это оптимизм арбитрум вот на них выделено как минимум треть портфеля то есть большая в принципе ротация случилась плюс старкнет это был получен через airdrop по дешевой цене у меня там себестоимость порядка 10 центов поэтому я его держу я считаю что старкнет вот на прошлом эфире там ребята тоже которые участвовали в нашем голосовом спичи говорили что старкнет все но тут я не согласен я не стал спорить я вообще принципе не любитель спорить я не считаю что старкнет все я вижу что там есть прогресс они достаточно оперативно внедрили обновление denkin которое было в эфире и которая снизила прям заметно снизила стоимость транзакций да там сейчас конечно нету и такого наплыва юзеров чем в те времена до drop когда его гоняли но прям знаете в приятные впечатления потому что я взаимодействовал на всех мультах забирал средства которые были на балике я их так и не трогал с момента airdrop а и прям все летает быстро очень дешево то есть там транзакции реально стоит там один два три четыре цента все быстро работает и кошельки хорошие опять же да то есть есть и двухфакторки там и так далее то есть с безопасностью неплохо поэтому я думаю что старкнет все будет нормально примерная история ну недовольство они были и по суе если вспомните но посмотрите как себя сейчас ощущает суе абсолютно не хуже рынка а во многом даже лучше рынка поэтому крест ставить на старкнете я бы точно не стал на мой взгляд перспективная история и у меня кстати она на третьей позиции если учитывать даже долю стейблкоин то есть у меня первый это эфир потом я здесь и дальше старкнет вот андрей короче долгая подводка тебе слово какие у тебя изменения что по количественному составу сколько стейблов оставил и оставил ли и что покупал последнее время кири балансировки дел хорошо давайте расскажу смотрите я делал несколько аспектов ну то есть не ну да назовем аспект то есть они в разную сторону первое то что приносило два три икса тот же aptos я продавал до такой стадии чтобы оставить только бесплатные токены и куда чего не пойдет они все равно бесплатно а если мне когда-то потребуется их докупить относительно бесплатных они будут стоить если все правильно сравнить я имею ввиду совокупную стоимость усредненную то все это будет прекрасно поэтому я первым чем занимался то что дало прибыль не жадничать 23 я соответственно это продавал aptos moon river moon bin то что хорошо отросло я это скидывал до той стадии когда оставались только бесплатные токи то есть здесь не было задачи заработать а продать ту часть чтобы покрыть то что ты вложил все то есть вернул свое вернул вложено остальное и остались как бесплатно их достаточно много и этому я рад вторая часть сделок касалось того чтобы усреднить скажем так старые ошибки ну когда-то мы заходили в чудесные биткантри по 45 центов это было там два года назад по вот была эра вот этих всех токен сейлов также казалось но у брейн идея заскочили в этот чудесный биткантри по 45 центов потом соответственно сейчас он катался до двух центов моя задача простая при такой цене я там при цене 5 центов в принципе моя методика усреднение кто знает мой канал он ее знает поэтому я делаю аккуратно и поступательно я не ломлюсь там от того что она упала бы на 0.25 я не покупаю соответственно при 5 центов я усреднился при сейчас 2 центов у меня стоит ордер на бирже я еще усреднюсь и вложив буквально копье я снизу цену с 45 наверно до 12 центов там можно посмотреть то есть если это барахло вообще отрастет но так как я вкладываю копейки при таком падении то мне без разницы просто мне не нравится цена 45 центов после я не верю что биткантри чего-то там особо покажет особенность посмотреть на их графику но на случай какого-то там кто-то захочет помпонуть то я в игре у меня хорошая усредненная цена то есть это вот такие немножко старые ошибки которых нельзя было избежать моменте тогда казалось идея классной этим биткантри но тем не менее третья часть по стейбл коином так как я продавал и соответственно усреднял но на такие суммы чтобы это мне подходило ну то есть чтобы это не было каким-то риском то есть оставался в риск-менеджменте у меня сейчас 45 процентов стейблов то есть я еще верю что просадка будет ну даже сейчас у меня есть индикатор пока который показывает мне по уровням там покупай 1 покупай 2 покупай 3 это вот три уровня цены если покупай 3 значит цена на этот токен у вас относительно их ожиданий укаталась до нужного мне 3 уровня и я сейчас такие токены тоже вижу не означает что я их буду покупать но по крайней мере я на своих там таблицах индикаторах такое наблюдаю так что вадим у меня как получается у меня есть пул бесплатных токенов которые я себе оставил которые меня зачищают там от рисков что куда пойдет если рынок отрастет ну хорошо потом прямой решение есть достаточно большое количество стейблов которым можно там подумать немного ли это может быть ну я как бы всегда играю в игру что процентов 30 должно остаться 20 процентов я еще могу скинуть если я что-то увижу просевшие в моменте такая история слушай андрюха вот мне интересно я помню раньше ты следил за монеткой эко икс такая не знаю есть она у тебя в портфеле вот у меня вопрос например по ней она у меня просто в вайт листе есть тоже я за ней наблюдаю и по-моему это актив который который расти вообще ничего не собирается слушай ну они же там же вкx пришел этот энди брунберг да который основатель коинвеста на него были ставки да там его вайтейпер достаточно понятно причем вайтейпер официально в токеномика включен соответственно маркетмейкер они его даже подсветили они рассчитывали на определенные вещи да что им в штатах разрешат черт не будем в это даваться эти вещи им то как они хотели не разрешили но это не разрешили в штатах но можно по меру соответственно я тоже там в игре но у меня знаешь как у меня доля вот я сейчас смотрю 0 8 процента от депо ну то есть мне пофигу и если мне нужно будет усредниться я усреднюсь или если он куда-то уйдет в корзину я его просто спешу как убыток все но опять же тот самый риск менеджмент о котором как бы я коллегам рассказываю что один-два процента от депо покупать покупаете больше ну вы даже быть сильно уверен старые времена можно было полка до купить на там пять десять процентов от депо но это мое мнение вот по моей системе координат это большой риск все бывает поэтому экокс непонятна его судьба дальше есть вещи которые мне разрешили но они развиваются они там токеномику поправили заблокировали разлоки ну то есть они еще пытаются шевелиться означает ли что сейчас этап накопления не могу тебе ответить на этот вопрос но так как у меня настолько небольшой процент вот у меня 0 8 но у меня это фактическая плановый один процент я даже могу 0 2 докупить ну просто если оно там куда-нибудь еще ушатается почему нет у него сегодня практически лаи да я вот смотрю у них до цена фондов да это цена фондов да да вопрос просто осторожного риск-менеджмента майни-менеджмента все не знаем мы про них ничего наверняка может они собирают с рынка токена может у них действительно проблемы ну мы же не знаем планы фондов ну кстати по биржам я так смотрю особо бишь то и нету кукоин гейт и байбит короче странный токен у меня его нету я но я за ним наблюдаю вроде бы достаточно немаленький и фандрайзели там я насколько помню приличные суммы и тема с дропом была там мы мемчики рисовали всяким бредом занимались и и вроде бы основатель коин листа да то есть команда вроде бы сильная но при этом на сегодняшний момент когда даже там несмотря на большой хейт в сторону полкодота что развивается медленно и так далее ну вот здесь по крайней мере можно сказать что биткоин ушел там с 16 на 60 тысяч долларов но и полкодот не стоит там по три сколько мы там покупали но чуть ниже 4 долларов да он все равно стоит дороже а вот с эко вообще непонятная история он укатывается вот и находится на лоях сегодня при битке в 60 не очень понимаю за счет чего будет расти я просто почему спросил потому что думаю мало ли ты знаешь какие-то новости по проекту за счет чего они обещают вообще что-то изменить потому что таких на самом деле проектов много но они не новые есть там юми такие же которые ну честно говоря смотришь и вообще не понимаешь за счет чего за счет чего там вообще может что-то произойти но возможно в тех проектах которые уже не первый год на рынке там игра то уже отыграна а в к x как будто бы ничего же и не происходило в принципе что там могли отыграть я не очень понимаю либо это история типа которая но не получилось такое в принципе тоже есть есть еще один аспект чуть-чуть коснемся этого мы на каком-то из стримов у тебя говорили о том что проекты должны научиться зарабатывать вот есть определенные индикаторы как на фондовом рынке отношения п на е и так далее они также работают и для блокчейнов они должны научиться зарабатывать зарабатывать в плюс мало кто умеет рано или поздно ты деньги проедаешь тот же проектах будь то юми в этом укатались в хлам я говорю про юми да и как с такой же а сколько вы проживете но то есть вы будете снова стрелять денег у инвесторов тогда он скажет тогда может быть разные стратегии токенов больше забрать цену укатать а потом ее распампить на каких-то новостях чтобы заработать ну то есть им все равно придется что-то с этим придумывать и таких проектов таких вопросов море с положительным умением зарабатывать на это по сути только эфириум экосистема то что их l2 или сама эфириум и так далее со всеми этими стоимостью транзакций ты должен уметь зарабатывать ты должен быть по иметь положительный баланс ну прошло уже достаточно заметное количество лет чтобы говорить о том что ой-вэй я все еще начинающий если смотреть с этой точки зрения то мало кого можно выбрать слушай я тебя так просто не отстану мне потом у меня действительно интересно в вопросе дискуссии я обязательно потом скажу свою точку зрения но это ближе к концу эфира я просто не хочу чтобы так получилось что сейчас я ее навяжу да там и не услышал в общем вашего индивидуального мнения а скорее аудитории мне будет более полезно и ценно услышать не там мнение аффилированное с моим или нет а просто сначала ваше независимое мнение потом я обязательно объясню свою точку зрения почему я нахожусь в рынке на 90 процентов вот ты находишься у нас с тобой смотри разные ситуации сейчас такое бывает да что ты сегодня получается там на условно 50-50 в рынке не в рынке ждешь падения по своим индикаторам насколько я понимаю таких уровней ты ждешь падения и там что тебя заставит например увеличить свою позицию ну то есть у меня такой вопрос ты допускаешь такую историю что ты будешь находиться в рынке например на 90 на 100 процентов как я и при каких обстоятельствах это произойдет или тебе комфортно находиться в рынке все время и скажем так в формате 50-50 когда ты что-то купил что-то не купил и ты типа не паришься в попытках угадать альтсезон когда будет вот мне нужно чтобы 30 процентов стейблов оставалось на разные случаи да да это моя позиция она у каждого зависит от портфеля но мне мне так проще понятнее есть ситуация когда ты ну этому рад что это так но здесь я могу понять ребята там из приватки у меня тоже могут понять я объяснял например свою позицию меня спрашивают чем-то не на сто процентов ну то есть аргументация там у меня своя есть к этому моменту и я объяснял ребят я на самом деле бы с удовольствием на сто процентов зашел да то есть потому что это коррелирует с тем что я думаю но есть непредвиденные ситуации когда там какие-то локации нужно выкупить еще что-то и ну где собственно брать стейбл потому что они должны быть под рукой потому что там бывают ситуации когда нужно решить вопрос одним днем то есть заходить в какой-то проект не заходить в какой-то проект и это что нужно идти мне там продавать часть не знаю старкнета по цене допустим который мне не устраивает поэтому нет поэтому вот небольшая часть стейблов 10 процентов это как раз таки я держу на такие вот дежурные случаи так скажем так давай наверное пока тебя перестану мучить сейчас перейдем к виктору тоже интересно тоже давно не слышались на самом деле виктор как вообще дела расскажи как жив здоров заодно проверим связь да да привет всем слышно все слышно отлично супер все хорошо все отлично по по рынку интересная ситуация получилась у меня с биткоином у меня были битки достаточно давно и при я просто не имел к ним доступ скажем так и вот только недавно получил то есть меня были было определенное там количество биткоинов которые держал с этими переездами соответственно доступа не было и вот сейчас по биткоином только потихоньку начал их распределять потому что все таки альтак бит очень сильно просела первая покупка у меня была link chain link потому что если по графику смотреть что он очень хорошо оттолкнулся от дна именно в паре к биткоину так в целом что касается я хотел еще по поводу того что андрей сказал пару вещей затронуть но думаю как это наверно про позже чуть скажу в общем по поводу портфеля биткоин есть его потихоньку уже начинаю перераспределять в альткойны эфир у меня есть эфир в основном для всяких там стейкингов рестейкингов и так далее также позиция дот у меня как оставалось таки остается также еще мир протокол я покупал потому что мир протокол он переобувается очень хорошо то есть он нарратив и дэйта галабилити уже начинают пушить и самое главное нарратив именно искусственного интеллекта и а ввиду того что у фаундера мир протокол у него как бы не самое последнее место в жизни был то есть он работал в гугле и он как раз таки занимался искусственным интеллектом соответственно он говорит что он очень хорошо организовал структуру своего блокчейна чтобы как раз таки он очень хорошо подходил под искусственный интеллект я заметил что и инфлуенсеры зарубежные тоже начали пушить эту тему и даже если мы посмотрим на том же коингеку по моему мир протокол уже также идет еще и в этом списке вместе с я и проектом также у меня эссе и носа и я хотел бы все-таки продать выше доллара продал только треть потому что он так слишком хорошо стартану и я жду еще вторую версию и 2 автора версия это будет первое решение для масштабируемости и фильм а именно параллельной транзакции для эфира то есть есть такой проект монад который все ждут очень много денег туда вкинули больше 200 миллионов и он как раз таки решает эту проблему параллельных транзакций для виртуальной машины фильмов но монад пока вроде еще не спешит выходить а усы и у него уже это вторая версия в тестовой сети уже вроде они прошли все аудиты у них там все очень классно и быстро работает и если они выйдут первыми на рынок как первый чейн который будет масштабировать и масштабировать эфириум не просто как l2 да версия централизованными секенсорами а именно будет позволять параллельно осуществлять транзакции на ивм то я думаю что может очень хорошо выстрелить этот нарратив опять если он будет первым если монад первым не выйдет все таки с этим решением но даже если монад выйдет то скорее всего монада будет очень большая оценка и может быть как бы подтянется к этому всему по поводу старк на это у меня только от airdrop а то есть я вообще его не продавал потому что как и ты вадим думаю что это на самом деле недооцененный проект несмотря на то что сейчас все рассказываю что там 5 или там 6 юзеров и даже сама старк уже начал использовать этот мем просто сам стебаться с этого всего но работает очень все хорошо и очень дешево и не стоит забывать что все-таки там технологии снарки и старки это вот эти ребята придумали и сейчас все практически хотят себе это все внедрять поэтому я думаю что они каким-то образом до выкрутиться с этой ситуации и могут создать вообще параллельную какую-то вселенную со своими l3 решениями так далее так что мне еще про линке уже говорил хочу у меня был на его продал как раз таки его перелил в мир но фэч рано продал ну как рано по доллар 60 копейкам продал сейчас он подрос чуть больше но с чем просто такая история получилась я думаю многие знают что фактически такой спящий был гигант из мира искусственного интеллекта они сейчас соединились оушен протоколом и еще с одним проектом и там на самом деле было изначально все очевидно просто никто об этом не думал все думали что это старичок еще с какого там 18 или 19 года на айдио на бинансе но там все очень понятно было с точки зрения партнерств потому что bosch запартнерили скачай очень очень давно мало того это не просто как бы партнерство там ради партнерства они совместно создали foundation фэч foundation и они совместно с огромным таким гигантом bosch они будут развивать r&d делать в искусственном интеллекте так эзерфа у меня еще есть позиция но эзерфа это тоже сугубо дроп и часть этого дропа продал там выше по моему около 7 долларов или выше уже точно не помню мне кстати появился еще и месту но оптимизм появился только ввиду того что недавно была новость что эндрисон хоровитс они выкупили на 90 миллионов долларов еще токенов себе оптимизм с блоком по моему двухгодичным если эти ребята верят так сильно в оптимизм то я думаю что стоит его тоже поддержать посмотреть как будет развиваться экосистема но мне еще пока не понятно с этими супер чейнами каким образом это все будет приносить пользу и прибыль именно оптимизму потому что то что мы видим с бэйсом бэйс зарабатывает кучу денег но на оптимизм это не влияет и на эфириум тоже это не влияет что два сети эфиру вроде помогают развиваться и увеличивать там пропускной способность но с другой стороны забирают денежки валидаторов эфириума и очень мало возвращается средств назад так сейчас еще посмотрю что у меня есть ну еще такие небольшие позиции там красная парк у меня есть еще рари был еще остался давно так а селестия селестия куда же без селестия селестия половина у меня залучено просто по мультам а половина я недавно закинул в этот мелко протокол от селестии ликвидный стейкинг но он у меня всегда был до этого ликвидный просто ждал подходящую цену также у меня еще есть на тлеер аль тлеер только сугубо из за того что это нарратив рестейкинга айган лэйр я думаю что с выходом когда уже токен залистится он еще нашумит и аль тлеер это один из таких немногих провайдеров как они называются короче когда можно запускать несколько кликов свой руб и вот аль тлеер это один-единственный провайдер запуска роллапов который запускать позволяет роллапы именно сразу же с рестейкингом то есть нативные рестейкинг роллапы ну и также у них очень интересная система можно тоже сейчас этот аль тлеер стейкать параллельно со стейкингом эфира в айган лэйр аль тлеер тоже часть может получать доходности от вот этих потенциальных авиас сервисов которые будут пользоваться айган лэйр аль тлеер вот мне интересно у меня просто тоже есть аль тлеер и он у меня в списке наблюдения потому что он по сути пришел к той цене по которой я его покупал и это не достаточно давно я его покупал да то есть такая цена он хорошо отскакивал этот токен сейчас у него значит 32 или 33 цента я вот как бы рассматриваю на фоне тех новостей которые есть но ты который озвучил что там можно в принципе фармить токены ланчпадов там ну ванчпулы они там тоже запускают свои плюс доходность есть сам ты это делаешь или нет нет я это не делаю по причине того что нужно все таки ждать 20 сколько там 6 или 28 дней а разума и те аль тлееры которые у меня есть они у меня застейканы в свэле свэль 2.0 да потому что свэл они там то есть ты можешь анстейкнуть в любой момент тебе не нужно ожидать ничего а поскольку они у меня есть я дожидаюсь определенной цены соответственно чтобы они работали но при этом что по ликвидными они стали в любой момент то есть я это не делаю и я это еще не делаю по второй причине но хотя они сейчас поменяли механизм раньше тебе нужно было стейкать там было несколько пулов либо ты стейкаешь и получаешь соответственно и елд в токенах alt просто как когда как обычно делают в сетях либо ты направляешь их какие-то пулы а сейчас не сделали новый механизм теперь ты автоматически будешь получать токены alt как будто стейкинг и при этом эту эту же сумму распределять одновременно среди всех вот этих ланч-пулов но с ланч-пулами там непонятной доли то есть например на бинанс ланч-пуле мы четко понимаем насколько там застейкана мы это все можем видеть в лайве до прямого настоящем времени и при этом мы понимаем какая доля токена выделяется каким из проектов здесь вот этой информации нет если бы эта информация появилась тогда уже можно до анализировать и понимать насколько там более или менее рисковая идея стейкать на 20 там с копейками дней пока к сожалению этой инфы нет поэтому как бы я просто держу позицию потому что партнерств у них много я думаю что многие новые проекты также будут запускаться с помощью если вы запускаться с помощью альт-лейера то соответственно альт-лейер там не будет последнюю роль играть ну я согласен в принципе поддерживают то что ты сказал я тоже держу его ликвидным не хочу улучшить там на 30 дней и так далее но единственное да что можно в свой отправить для фарма l2 потому что он поддерживает и можно вывести в принципе как вариант окей здесь разумно и тем более своем они же как раз таки запускают l2 с помощью альт-лейер альт-лейер именно помогает им запускать л2 версию поэтому возможно там какая-то существенная доля или хотя бы какой-то конкретный процент будет выделяться на альт-лейер но они эту информацию не озвучивали поэтому это просто предположение можешь сказать я не знаю насколько но если ты готов этим делиться в количественном отношении то есть долю стейблов там свои условно выделить если ты ведешь такую аналитику для себя стейблов у меня практически нет у меня были то есть я выходил с 3 выходил достаточно большая была из-за того что в точка входа хорошая и эзерфайну там поменьше но я все залил как раз таки на сливе и очень много альт-лейер купил но купил по гораздо более высокой цене чем сейчас потому что ожидал что он быстро отскочит как принципе он это и делал я купил там по 48 потому что 60 там пяти-шести он падал даже практически до 70 доходил мне показалось хорошая цена но рынок дальше опустился ниже поэтому мне стейбл только так на жизнь а вот чтобы что-то докупать уже короче нету ничего мне никаких активов но видишь мы с тобой даже не сговаривались на самом деле такое часто бывает что ребята сравнивают даже что как будто может быть они даже и думают что там кто-то с кем-то сговаривается но нет я тоже докупал альт-лейер на этом падении но потом посмотрел и мне не понравилась та динамика рынка ну то есть я уже там вообще себя оставил практически без стейблов они мне как я объяснял иногда все-таки требуется и я его продал по сути потом по той же цене я чуть покупал по 37 центов и что-то такое я в итоге по 40 вышел и решил подождать еще все таки да там вот сейчас как раз не просто так я прицепился к тебе с этим вопросом альт-плеера потому что на самом деле мне нравится эта монетка я считаю что она достаточно перспективная несмотря на то что у фондов там есть иксы да у сид раунда там 40 иксов у правит раунда 18 иксов хотя сегодня куча монет есть где иксов таких нету у инвесторов тот же вормхол взять или взять ту же полихедру которая ну там надо подробнее разбираться я позже они тоже расскажу не сегодня но там факт в том что в полихедре давали заходить по оценке не сильно отлично от текущей при этом два года клифф и потом еще вестинг а здесь ты как бы можешь взять ликвидный абсолютно инструмент плюс нарратив крепкий очень крепкий нарративчик у альт-плеера и обратите короче внимание я сам тоже за ней слежу и возможно еще увеличу позицию по этому активу а так уже до получается на падении как и ты я хотя опять же говорю не сговаривались я тоже активно как бы занимался покупками да я еще хотел добавить к разговору получается андрей упоминал на что проекты должны зарабатывать деньги это на самом деле правильно очень важно и одно дело да когда там зарабатывает там смел с комиссией еще какие-то другие способы монетизации ну вот например с точки зрения того как был изначально построен дизайн например от того же полка дот то есть у них есть сокровищница и они то есть эта система которая может сама финансироваться на протяжении всего своего существования потому что части прибыли за стейкинг до которая инфляция она попадает непосредственно в сокровищницу и то есть полка дот собрал в 2017 году по моему там 140 150 миллионов он успешно большую часть этих денег потерял потому что там была проблема со смарт-контрактом на их и они просто золочились навечно а комьюнити эфириума напрочь отказалась тогда каким-то образом форкнуть это все дело как в случае с дау потому что понимали что может конкурент эфира будущий быть полка дот и соответственно не хотели чтобы у него было какое-либо преимущество но тем не менее проект самофинансируется сейчас и не нуждается никаких фандрейсов и это позволяет как раз таки не вестись на поводке у тех же каких-то венчурных инвесторов которые ставят например свои условия и так далее а по поводу еще того что лето да и в основном это отпуска в основном рынке не активны на самом деле именно если с точки зрения года когда выборы в сша очень часто все бывает наоборот и очень часто как раз таки перед выборные месяца они могут быть очень финансово активными это вот это единственное что хотел добавить потому что у нас выборы осенью в штатах и соответственно лето может быть достаточно активным именно с точки зрения исторической потому что в предыдущие разы перед выборами активность была достаточно хорошая на финансовых рынках да ты ты сечешь ты сечешь корень как раз таки один из факторов пока по причине которого я заходил в рынок он многопрофильный я их попозже еще озвучу честно скажу я просто подтупливаю жестко у меня болит башка и в процессе я сейчас найду просто в приватке что я писал и озвучу но там есть ряд критериев и это один из факторов почему мне кажется что может быть как раз таки немножко наоборот да то есть казалось бы очевидно что лето и все но есть у меня определенные убеждения что могут пойти против знаешь что самое наверное будет интересно и будет вообще глупо не затронуть этот момент потому что я уверен что наши зрители ждут этого но захейте меня за то что я вышел с полка дота что и дэна я думаю тебе поможет потом после тебя в этом вопросе то есть расскажи ты же являешься одним из тех людей кто максимально следить за экосистемой полка дот здесь я не преувеличиваю это действительно так и мне кстати очень странно почему тебя в телеграм канале так мало подписчиков поэтому ребят исправляйте эту историческую несправедливости виктор уже сколько лет вещает и в телеграме полторы тысячи на счет как-то вы упускаете я думаю стоит подписаться понятное дело что на всех такая и кстати только и начал вести телеграм вот чем дело и как бы особо его там не ну и рекламировал то есть мне хоть бы на это время не было поэтому я думаю что наберется но спасибо в любом случае за поддержку по поводу дота но что хейтит слушай дот на самом деле это просто очень долгоиграющая история вот так это получается потому что ребята делают все очень медленно но делают все с умом с умом делают и поэтому наверное медленно делают если мы посмотрим на списке последних заявлений там всех по поводу там coinbase и либо еще где-то какие-то биржи либо робин гуды никогда мы не увидим дот в списке там security потенциальных потому что они изначально этот весь процесс проработали если мы посмотрим на какие-то например проекты которые используют набор технологий стать до сабстрейт если возьмем искусственный интеллект сфер вот один из таких самых популярных проектов этой сфере это как он там биттензор называется вроде вот я только недавно узнал что они используют сабстрейт то есть поверх субстрата потому что он очень тоже хорошо подходит для вот этих вещей связанных с искусственным интеллектом просто это не парачейн если мы возьмем например недавние исследования такого в теме любимого фонда парадайм парадигм один из там его партнеров георгиус константилополус есть такой в этом в твиттере и в общем они опубликали статейку он по поводу их развития аркет риф это просто раз версии фильм то есть они тоже работают сам фонд работает на тем чтобы масштабировать эфириум и они прямо написали что наш путь к одному гигагасу в секунду все мы знаем до что в эфире из газ газ он нужен для вычислений любые действия которые на эфире они сперва измеряются то есть сколько они потратят ресурсов эфириума потом мы видим цену этой транзакции запуск это смарт-контракта либо отправка кота щиткой на и вот сейчас ситуация такая что на основной сети эфириума на l1 у нас получается 1.25 мега газа в секунду вот именно вычисление которое можно делать если мы возьмем тот же самый бейс то это 5 мегагаз в секунду если мы возьмем самую там централизованную до сети например bnb это у нас 46 мегагаз в секунду если мы возьмем оптимизм версию bnb там получается 100 мегагаз в секунду самый такой большой показатель а вот эти ребята с парадайм они свою версию раз эфира они сейчас уже до катили до 100-200 мегагаз в секунду именно мощностей вычислительных и у них планах достигнуть вот одного гигагаза то есть грубо говоря одного миллиона газа в секунду и это на уровне l2 чтобы понимали понятно и не речь идет не эфириуме а вот говенгут выступал на том же токен 2049 в дубае недавно и презентовал новую версию полкодот который называется джем чейн и он будет больше похоже на эфириум с точки зрения того что там тоже появится вот это газ метринг потому что у полкодот реличей на этого нету а здесь появится газ метринг потому что говенгут как изначально строил эфириум как некий мировой компьютер для всего дам мира только он просто был очень дорогим и очень медленным и он все таки продолжает воплощать эту идею и заменит полкодот 2.0 джем чейн возможно даже в следующем году так он просто говорит что по самым таким базовым подсчетом у нас будет 150 миллионов газ в секунду то есть чтобы мы понимали да что парадайм стремится к одному миллиону газа в секунду вычислений на l2 решение поверх эфириума а здесь вот это джем чейн он будет получается в 150 раз больше и это по самым таким минимальным подсчетом и это на уровне самого чейна реле чейна не включая там l2 эти то есть пара чейны или какие-то при компиляции то есть тут речь идет совершенно других масштабах но просто это все достаточно длительный процесс я прекрасно тебя понимаю что ты там вышел потому что на самом деле на рынке можно найти более интересные монеты которые просто быстрее вырастут но надеюсь что ты потом может потом все-таки перезайдешь просто на каких-то там иксах ну вот в этом плане кстати сейчас пока мы с вами тут вещаем в твиттере войс с гаверным гудом редко там появляется вот тоже они вещают по поводу будущего полка дот так что мы конкурируем с ними аудитории ну да ты правильно подметил на самом деле я не то чтобы стал хейтером полка дота я по-прежнему за ним слежу просто есть определенная стратегия скажем так когда я собирал портфель в октябре месяца двадцать третьего года я старался более укомплектовываться фундаментальными активами да у меня там было много ватами много было в полка доте и так далее почему я делал и чию покупал в том числе почему я это делал ты затронул правильно некоторые материи потому что полка дот это по да они мы уже много об этом говорили они вопрос регулятором сек решили заблаговременно и в том числе инвеста в полка дот и чию для меня закрывал ли вопрос регуляции а что если вдруг плюс это не такой волатильный актив то есть несмотря на то что l2 растут очень емко но и на коррекции они падают сильнее стремительнее падают чем тот же полка дот вот поэтому до определенного этапа я сидел в полка доте потом просто я для себя увидел график ребалансировки в плане в l2 в арбитру которого у меня не было я отдаю предпочтение если как бы говорить за l2 то я отдаю предпочтение на сегодняшний день оптимизму но если смотреть сегодня на график ребалансировочной пары сейчас я может быть включу потому что как мне говорят рассказывать за графики конечно без графика это это что-то непонятное так еще бы понимать вот оно кажется да хотя бы так вот у нас отношение оптимизма к арбитруму то есть чем выше находится график тем больше токенов арбитрум дают за один оптимизм как мы видим да была вот практически максимальная точка что это говорит сегодня это говорит о том что арбитрум дешев по отношению к оптимизму если сегодня что-то и покупать да то есть вот в этой паре то я бы смотрел на арбитрум потом дождавшись опять-таки подхода к нижней границе я уже делал этот пост и в приватке еще вот по моему здесь то есть опять же отработало хорошо то есть точно на этой же точке пошел рост оптимизма я там перечислял много критериев почему оптимизм на мой взгляд круче да собственно потому что он даже по капитализации дешевле но как проект он помасштабнее выглядит но сегодня именно если вы даже хотите приобрести себе оптимизм я бы приобретал арбитрум и уже в нижней точке делали балансировку на наоборот оптимизм как вариант вот по поводу дот 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 арбитрум где у нас эта пара вот так вот выглядит график то есть почему я собственно и переливался я посмотрел что по капитализации ну в целом по оценке проекта да это схожие проекты большие с большой фдвшкой у арбитрума да есть разлоки до января двадцать четвертого года там что-то порядка восьми процентов рынок еще поступит но у полка дота есть инфляция с другой стороны да там 7 процентов поэтому плюс-минус поступление в рынок токенов она примерно идентичны в данном вопросе но как мы видим с 20 какого у нас получается такая же точка примерно когда мы ребалансировались была в декабре 23 год то есть достаточно давно и я здесь счел уместно выйти из полка дота арбитрум возможно позднее если мы вернемся более низкий диапазон когда арбитрум вырастет а я практически уверен что это произойдет когда у нас коррекция закончится арбитрум должен расти быстрее ну судя по нарративу просто арбитрум скажем так сегодня в нарратив больше попадает чем полка дот я вот из-за того что пока не сильно вижу нарратива в полка доте я не вижу за счет чего он может опередить рост арбитрум именно поэтому такая инвестиция есть но я допускаю что на этапе когда этот график снизится в этой паре то есть когда арбитрум подорожает полка доту то возможно я сделаю обратную ребалансировку и либо увеличу в два раза например количество ну или в полтора не знаю сколько количество дота либо просто часть сделаю ребалансирую ребалансирую частично восполню свои недостающие активы в полка дот в том же количестве но при этом еще останется арбит то есть такое тоже допускаю но при этом у меня сегодня я нахожусь в арбитруме но вот в этом коридоре оптимизм арбитрум я тоже буду делать ребалансировки короче что-то все глючит нихрена не работает в целом вы поняли то есть я еще буду ребалансироваться в паре оптимизм арбитрум и это важно понимать так экран нам больше не нужен я тоже хотел добавить что я скорее всего дот часть дот своей позиции тоже перелью в один проект который скоро будет выходить но не буду сейчас говорить чтобы ну я уже скажу когда это сделаю потому что я еще не знаю какая там будет токеномика какой будет выход важно понять как он выйдет да 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 и скорее всего да то есть тоже ввиду того что тот проект просто быстрее потенциально может расти а потом уже вернуться в дот либо просто половины позиции продать например на нескольких иксах и получить столько же дот сколько было но при этом еще и завладить этим проектом но я тебе в личку говорил я я понимаю я много раз у себя тоже в телеге писал но просто смысла сейчас нет говорить потому что непонятные цифры то есть да это просто как предположение потенциальное действие которое будет у меня в портфеле кстати еще из такого да тоже не не могу назвать проект но есть спойлер что вот на днях на коин листе будет анонсирована токен сейл и там проект как раз таки будет построенный на сабстрейте то есть там у них тоже есть и основная сеть и канареечная сеть нарративы там депин и rva то есть хороший объявил это а уже уже можно участвовать принимать честь и да ну собственно сегодня объявил он вроде сегодня и должен был да 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 сегодня объявил поэтому можете заходить друзья на коин лист проект можно назвать его в принципе это проект называется а ну да пик да пик нет ворк который да все но я вчера просто в приватке ребятам говорил что сегодня анонсирует я еще не увидел да вот они я уже тоже пока общаюсь с вами тут смотрю токеномику сколько вообще можно занести какая цена и пик на которых тебя поправлю он не то что на сабстрейте вот этот пик то есть у них есть канареечная сеть это парачейн на кусами пик вот у них парачейн на полкодот то есть они не какой-то отдельный чейн на сабстрейте они непосредственно получают защиту от полкодот они парачейн просто токен еще как бы не трансфер был но ты можешь зайти на полкода джесс ты можешь увидеть что пик на то как это один из парачейн но это в целом позитивный как бы знак да что мы видим вообще потому что достаточно давно я не видел проектов которые в экосистеме полкодот новые запускаются и там пусть но сегодня коин листом кому-то нравится кому-то не нравится это уже дело 35 но тем не менее новые проекты в экосистеме появляются наверно это тоже хорошо не забываем что кусама тоже на коин листе выходил вернее не кусама солана нас на коин листе выходила свое время поэтому нравится не коин лист а проекте бывает попадаются хорошие да многие ребята мне кстати писали что это один из таких за последнее время один из интересных проектов на коин листе поэтому обратите внимание по ресерчите там есть у них и документация насколько я помню 15 процентов на тге разлог и клифов нету то есть там 200 полгода не очень длинный не знаю по какой цене еще не вижу а вот здесь по восемь центов они пишут так какой они хотят господи сходу так не сообразить я помню просто что на private раунде ранее инвесторы заходили с оценкой 50 миллионов долларов а вот они видишь не пишут обычно коин лист пишет цены предыдущих раундов а здесь не написано просто написано сколько выделяли а вот не написаны цены это не очень раньше было удобнее и тоже хочу еще добавить что пик тоже сотрудничает с бош то есть непосредственно да общаются тесно и с бошем тоже не тесно общаются не просто там партнерство ради партнерства прям серьезные наработки поэтому очень интересно согласен но я думаю еще посмотрим на этот токен сел так что давай слово дэну дадим дэн скажи как ты буллишь по экосистеме полка дота или нет какие последние новости возможностей значит тоже следишь и что у тебя в портфеле вообще ждешь сезона тебе по барабану на него это давно полностью загружен в рынок или нет ну давай в обратном порядке начну отвечать из рынка можно сказать я вообще никогда не выхожу то есть у меня достаточно малый процент стейбов и скорее он нужен такой как демпфер для выхода в реальный мир в остальном я пользуюсь ребалансировками и ребалансировками я обычно пользуюсь на этапах когда идет такой ну как бы спад рынка то есть на межсезонье когда ну скажем так многие активы погружаются на дно на текущий момент я скорее ну абсолютно спокойно отдыхая последние полгода с определенным с позиционированным портфелем портфель у меня сложный я его скорее не смогу объяснить вслух потому что скажем так портфель последние там три года я больше сейчас пересобираю в сторону пассивного финансового потока вот и с учетом того что сейчас идет такое агрессивное регулирование то есть и скажем так но я вижу большие риски в ближайшие два года получить от того что регулирование может убить какие-то рынки централизованные криптовалюты и на текущий момент уже но рекомендую на самом деле задумываться то есть а каким образом вы будете выходить там не знаю через пару тройку лет фиат если сейчас еще и россия и не только россии международное законодательство начинает ужесточаться то есть начинают дайки закручивать то есть поэтому я смотрю в сторону портфеля который будет хорошо работать с дефа и протоколами но активно то есть давать различные возможности по шлюзам и по мостам опять-таки безопасно вот тут я как раз таки как бы голосую за полкодот сейчас активно изучаю как раз таки дефа и к системе полкодота ну про нее пока говорить что сказать про полкодот про который вы уже в принципе поговорили вот виктор криптер принципе сказал насколько я понял что джем именно чейн он еще впереди то есть это как двухэтапный такой переход будет на то есть они relay chain на текущий момент оставляют и они в принципе переезжают на полкодот версии 2.0 счет до джем а джем он принесет еще и смарт-контракты то есть в основной цепь и это конечно интересно то есть это открывает огромный спектр вариативности интероперабельности то есть когда вы можете ну то есть на текущий момент в принципе это работает как вы можете какой-нибудь смарт-контракт например запустить на каком-нибудь астаре или на мунбиме и этот астар может допустим через релайн чейн вытаскивать какие-то данные из парачейнов то есть из других парачейнов то есть при этом мета данные может раз в 6 секунд бесплатно абсолютно гонять но при этом сам смарт-контракт вращается на каком-то парачейне здесь предполагается что вы можете но для оперативности данных выгружать смарт-контракты прям в как бы основную цепочку полкодота вот и ну это приведет к тому что скорость каких-то данных обновление данных гораздо будет быстрее плотнее что-то там колоссальный объем данных которые эти смарт-контракты смогут обрабатывать сейчас не вспомню на что-то там разговаривали о прям гигабитах информации секунду вот ну на сегодняшний момент я вижу что скорее полкодот идет ну как бы верным курсом в сторону того что он будет таким бессменным мостом недавно смотрел интервью с хоскинсоном то есть он не исключает такой идеи что и кардана может даже в какой-то момент использовать полкодот как безопасный мост ну а в целом вообще как бы на сегодняшний момент мы входим в такой цикл регуляции то есть его анонсировали еще на год назад на международном экономическом форуме когда они метавселенную обсуждали там всем истеблишментом мировым и они как бы задали такие на активы что к двадцать восьмому году мы должны собственно говоря бэкэнд к такой глобальной метавселенной подготовить то есть они видят это как бы в опоре на блокчейн протоколы делают акцент на интероперабельность на то чтобы данные передавались и вот за последний год то есть какие нарративы именно в тренде да то есть на уровне вот ну как я вижу seo проектов то есть там тот же самый chain link высказывался seo на предмет того что на повестке стоит вопрос теперь уже даже не в скорости транзакций то есть за которые все гонялись там за последние там несколько лет а уже именно акцент ставится на то чтобы а что за данные смогут эти транзакции передавать и будем ли мы стандартизировать и регулировать ну как бы данные которые погружаются в транзакции то есть собственно говоря в этом отношении очень интересно выглядит проект world coin недавно проресечил вот оказывается что он совместно с эфиром последние обновления подготавливал то есть они помогали и но он достаточно хорошо интегрирован в экосистему эфира то есть и собственно говоря принесет верификацию по биометрии вот такие подтверждениями ну в общем короче акцент я вижу такой со стороны разрабов что конечно есть как бы маркетинг да то есть это то что нам интереснее да то есть там и цену чего-нибудь там на ближайшем каком-нибудь там мини цикле или там на ближайшем супер цикле там который не за горами там точнее хай рынка супер цикла ближайший год можно попробовать что-нибудь конечно заработать но в целом как бы фундаментальные проекты смотрят сейчас в сторону именно нагрузки транзакций по мета данным и тут плакодот как бы очень хорошо в отрыве выигрывает за ним следом в принципе видно что эфир тоже развивается свою экосистему по про искусственный интеллект могу сказать что интересные тренды то что все гоняются за искусственным интеллектом с позиции но того что где приписано там приписочка какая-нибудь а и или там чего-нибудь они там пытаются цифровать токенизировать какой-то искусственный интеллект но вот с вадимом делился информации пока еще ресерчи не доделаны я думаю когда мы доделаем и вывалим его публичный доступ короче прослеживается такой тренд на регуляцию искусственного интеллекта и скорее тут блокчейн будет использоваться для маркировки генеративного контента в этом отношении ну допустим для меня интерес представляет дикейр лапы они оптимистичные то есть ну оптимистично ничего нам как бы скидывают немножко цену подешевле на транзакции да то есть заменяет тот тот же самый эфир дают нам скидку на перемещение транзакции но вот дикейр лапы в этом отношении могут получить большой рынок то есть для оцифровки то есть фундаментальную нишу здесь пока не буду сильно распространяться то есть там огромное количество аргументов фактов надо приводить для того чтобы эту мысль раскрыть но в общем чё я буду чё я еще скажем так скорее не подобрал с рынка то есть куда я буду ребалансироваться и сейчас жду что с введением и те ну как бы принятием ETF скорее всего но я не знаю я не ожидаю что альткоин альт сезон до конца года ну как бы раньше времени запустят то есть я скорее жду что что биткоин должны держать бодрячком до конца года то есть до конца календарного года они должны показать прибыль для будущих инвесторов для того чтобы вызвать у них аппетит вот и возможно с геополитикой будут какие-то еще просадки то есть из того же самого биткоина эфира дота можно будет ребалансироваться возможно уже вышедшие какие-то там и кейр лапы не знаю когда там ждать player zero тоже интересно он выглядит в контексте как раз таки закольцовывание layer 2 решений то есть для передачи данных некий такой проект который по функционалу чем-то повторяет к csm сообщение на пока доте которые только будут реализованы на layer 2 ну не знаю сумбурно наверно наговорил все много всего ресерчат скорее последние четыре месяца я слежу не за графиком не за рынком а именно за какими-то фундаментальными обновлениями различных блокчейн сетей ковыряю регуляцию ковыряю такие нарративы но скажем так которые связаны с потребностями оцифровки как бы будущего финансового мира то есть я все же больше ставлю ставку на приток институционального капитала в ближайшие четыре года чем на ну как бы маркетинг каких-то мелкокапов хотя мелкокапами я тоже но не пренебрегаю то есть и в этом отношении как smart идея неплохо смотрится блокчейн проекты такие второго скажем уровня по отношению к каким-то топом известным то есть ну к тому же самому пока доту неплохо выглядят некоторые парачейны то есть который на сегодняшний момент ну там вообще просто копейки стоят то есть я думаю что если тот же пока дот помпанет то может собой потянуть рост некоторых парачейнов но тут нам нужно в каждом отдельно разбираться вот как-то так ну кстати у меня была и одна из идей потому что скажем так самую длинную фазу накопления для альткоинов мы прошли по моему убеждению и сейчас я максимально будешь на самом деле настроен по альтам это не говорить о том что завтра мы полетим на десятки иксов ну скажем на дистанции то есть не придется ждать еще на мой взгляд три года на дистанции года полгода года у нас альты переоценятся и будут стоить по-другому и в этом плане конечно я будешь и если уж и говорить от возврата в полкодот то я допускаю такую историю что можно вернуться будет в экосистему полкодот не через основной токен а например в проекты которые выходят сейчас новые да из этой экосистемы ну например тот же пик который вот сейчас запускается кстати посмотрел на коинлисте запалил для себя короче метрику новую коинлист теперь стал запускать сейлы ну то есть переоценка произошла по 100 миллионов долларов фдв 150 проект закончились теперь пошли по 300 плюс у данного проекта оценка 333 миллиона долларов то есть все планочка повысилась это тоже определенный звоночек да то есть когда она будет там 500 800 а такие проекты обязательно будут то есть помните вообще многие познакомились с коин метрик и как раз таки на основании анализа проектов с коин листа я вот сейчас еще думаю на эту тему то есть а стоит это делать или нет пофигу что я не участвую в коин листе да это не так принципиально но это же тоже определенный знак и имея статистику что планка потихонечку начинает расти на проекты то есть от 100 миллионов долларов мы теперь пришли уже второй проект 300 плюс и постепенно я думаю будем повышать вот прочие там когда были агорики когда были акселары и так далее там уже оценки были 500 600 800 и так далее миллиард были оценки и это уже выбивалось из общей массы то есть это тоже говорит о фазе рынка и наблюдение за такими самыми топовыми площадками они могут подсказывать а где мы находимся то есть сейчас еще видно что это не хаид потому что оценка в 300 миллионов fdw это были хорошие проекты в прошлом бычьем рынке когда они выходили с такой оценкой на коин листе то есть я напомню у меня была метрика до 300 фдв миллионов это типа топ это зашибись такие проекты давали иксы вот сейчас мы только к этой метрике подошли то есть мы в плане альт сезона еще на ранней стаде но за этим тоже стоит наблюдать и постепенно видно что цифры начинают расти как когда они будут уже заметно больше этой оценки 300 хотя на этом альт сезоне могут переоцениться все альт коины и цены будут совсем другие то есть 500 фдв может быть нормально но тем не менее это определенный звоночек и знак что надоело сладкая вата про полкодот поэтому тигран по-братски скажи как думает слушай полкодот я перелил не реально запарился в нем сидеть понимаю что как технология хорошая но я не понимаю на что они хотят рассчитывать вот поэтому я в принципе где 40 процентов полкодота слил атом слил и в новые проекты перелился как раз-таки старкнет двух долларов начал докупать и где-то сейчас среднее будет доллар 34 цента все эти старкнеты через кошелек а вас закинул в этот я куба вот и в принципе там у них дефа и что то там как называть дефа и ring или что-то там ну да дефа и spring вот что-то вот такое и они там нормально льют старкнет вот и так как это новый проект в принципе фонды должны заработать поэтому я вот смотрю на график может можно взять у тебя наверняка эти скиллы есть не их нет взять просто график старкнета и переложить его на график аптаса вот все наверное помнят аптас вышел он там сколько был 78 долларов был потому катали до 3 долларов потом они где-то в диапазоне 35 долларов его катали и потом сразу пошли на 20 если помните вот нечто подобное я ожидаю и по стартнету а то что там восемь пользователей ну еще лучше чем мало народу тем ракета будет поспокойнее просто вспомните все сначала получили дроп этого оптиме извиняюсь аптаса те слили все разочаровались потом смарт мани и всякие маркет мейкер его скупили помпанули и как только вы помпанули там уже начался именно хайп по оптасу если вы помните принципе нечто такое я жду по старт на эту поэтому я его и держу причем еще фишка если у кого-то есть стартнет стартнет можно закинуть в и куба например закинули 10 монет в ленинг берете еще две монеты в боров и потом можете закинуть еще там другая платформа из-за календ вот и в итоге там фармите там фармите в принципе и там и там вам будут капать монеты вот поэтому я думаю что старт на это он еще покажет и в целом я думаю что это единственная сеть из неизвестных layer 2 где можно за комиссию заплатить любой другой монетой кроме эфира не знаю ты знаешь другую такую сеть в один за косинки насколько я знаю можно потому что я видел отчет в котором анализировали сейчас же тоже многие компании в том числе там nansen и так далее анализируют поведение пользователей в закосинке я забыл как это называется но там тоже есть такая функция и таких юзеров очень мало и они как раз таки агитировали за то что а может быть стоит выделиться в сети за косинка таким образом ну вот я из тех людей которые реально вот эту монету старт нет купили и ею и плачу плачу за комиссию очень удобно всем советую вообще топовая тема вот кроме того мне тоже нравится в этом плане старт нет то есть я вижу там некие скажем так стратегические хорошие улучшалки то есть у них интересные кошельки да это не ем совместимая история изначально поэтому ему сложнее но тем не менее там есть свои его тонкие вещи по поводу безопасности в кошельках этих чего нету метамаска и для простого обывателя там очень даже неплохо можно и двухфакторку накинут да и так далее то чего не существует сегодня в обычных классических кошельках ем совместимых вот плюс это очень дешевая сетка стала то есть я просто вспоминаю даже вот сейчас по скроллу говорят типа бля какой он беспонтовый как там все сложно и так далее но по факту вот принца старт нетом был один в один я сам так говорю еще тут далеко ходить я помню мучился когда сделал эти транзакции это просто там без мутюгов это нереально делать было сегодня ну совсем все по-другому ты просто смотришь и думаешь да реально прошел этап тестнета то есть они все тестировали все прошло и окей заработал то же самое думаю случится и со скроллом свое время и вот мне понравилось что ты сказал что ты переложился из всех старичков в пользу более новых монет у меня примерно стратегия как раз таки в этом и кроется потому что если там на мой портфель посмотреть у меня очень много новичков то есть я тоже делаю сейчас ставку на новичков то есть я отдаю дань уважения тем альткоином фундаментальной крепким в которые я изначально зашел когда было страшно очень да сейчас мне уже не так страшно честно скажу и поэтому я готов повысить этот риск к аппетиту потому что я понимаю что ну скорее всего новые от коины вырастут больше почему так будет потому что банально ну вот как с точки зрения бизнеса я это понимаю например если есть заинтересанта в лице фондов которые инвестировали инвестируют например по примеру того же оптимизма продолжают инвестировать в проект и получают обременение клип и вестинги и так далее то есть они остаются в проекте они конкретные бенефициары роста им это выгодно то проекты по типу атома или космоса у которых уже у фондов там все разлучено давно тут возникает вопрос а если там вообще этот крупный игрок бенефициар кому нужен этот рост или там есть один гэвин вуд который там за технологией и у которых у которых компания самодостаточные деньги есть они вообще в принципе не думают о том что нужно что-то с этой ценой делать вот как бы основной посыл поэтому мне нравится вот эта идея переливать более молодые активы я считаю что они более подвижны с точки зрения роста потому что просто там заинтересанта есть понятные однозначно есть а вот насчет космоса уверен что все фонды у которых эта монета была но там реально есть технологии крутая тема но не будем вот в этот вот rabbit hole углубляться но реально вот тоже парадайм они в него инвестировали по 1 цент сейчас вот цена например у него сколько 10 долларов это стоиксов но они уже давно слили то есть уже монета перешла в другие руки и мы не знаем если там как бы такой централизированный большой игрок который накапливал и в принципе продавал вот у нас в течение двух лет много раз вот про там говорили я всегда ли вы покупаете по 50 монет на 10 аккаунтов 500 монет закидывайте получайте дроп если кто-то это сделал вот ретроспективно смарт идея была когда особенно там стоил 7 сейчас я объяву не стал покупать сейчас я так смотрю что те нормальная тема если кто-то хочет но по текущей цене я тоже его не стал покупать а так на этом проливе когда биток упал ниже двух долларов извиняюсь когда биток упал ниже 60 где-то 56 стоил вот я там перезашел divide x я чутка купил свой который сливал я чутка еще оптоса набрал до этого у меня монета сики библа я ее сливал еще она с прошлого цикла у меня осталось причем бесплатные монеты были вот и я эту монету держал потом она до 0 3 цента ушла я там слил все что было и потом по 0 14 центов я ее купил то есть 0 0 14 вот где-то тут принципе я думаю что они хорошо попадают в этот нарратив l2 на битке и вот по этой монете сики бинер вас тоже у меня хорошее ожидание есть думаю что по любому они all-time high повторят а в целом если взять портфель то у меня где-то 80 процентов альты я не смог ну реально себя физически не могу заставить all-in пойти как-то что-то сдерживает вот скорее всего так как портфель не совсем большой там могут какие-то издержки быть знаешь там пойти что-нибудь купить нам билеты всегда чтобы заначка была вот и в этом плане я никогда не помню чтобы я полностью был в крипте вот так еще оптимизма чуть-чуть набрал но очень мало по 22 взял оказалось что он упадет но не упал вот еще из интересных монет magic square который в закрытом чате тоже люди любят хвалят вот как раз у них часа и девушки начнутся думаю что история довольно таки интересно из старых что я брал мир со средней ценой 1 и 6 у меня был я где-то по 7 его слил перелился в арбитрум по арбитрум у средняя цена не такая хорошая как хотелось бы она где-то 1 и 3 потому что по полтора доллара покупал потом по доллар доллар 10 центов усреднялся принципе в арбитрум тоже определенная вера есть я еще и тон покупал по 2 доллара потом где-то по 6 целил в арбитрум перелился но что тон уже слишком большой на мой взгляд а так в целом еще и старых чья остается где-то процентов 10 и еще из новых что я взял вот буквально вчера не сочтите за рекламу закрытого чата ребята смотрели одну монету называется fire 5 и ай р и вот это вот монета fire она прям укаталась дать не до цены фондов кажется там 006 долларов где-то там она короче болтается и там даун он ли и пишка в том что fdv монеты 100 миллионов а туда вложили где-то 130 я так увидел вот кто-то в этом в чате запустил я думаю о интересная история и на 0 5 центов портфеля тоже зашел думаю в принципе интересная история также один из наших любимчиков coin 98 тоже чутка взял и еще взял монету такую кадена вы наверное про нее помните из прошлого цикла она долгое время была в аккумуляции я смотрел на эту монету с помощью вот инструмента дрон с дроп стоп который вы знаете и там очень интересные монеты бывают которые аккумуляции в общем вот этот монета кадена она очень долго была в аккумуляции я думаю что вот сейчас она стоит вот я брал за 80 центов я думаю что в принципе там два три доллара на изи могут помпануть опять-таки не финансовый совет как принципе и все что тут говорится но в целом я вот приглядываюсь мне кажется монеты интересны и еще чуть-чуть к усаму тоже добрал на полтора процента от портфеля думаю интересная история вот а так если у кого-то есть полкодот то из вариантов куда можно заложить чтобы чуть-чуть с этого бабок поиметь есть их defy правда очень скудный но вот есть параллель где можно в лендинг закинуть где-то 10 процентов дают сейчас и еще можно в биф роз зайти вот правда правда там интерфейс очень хреновый очень трудно будет разобраться так что если есть полкодот холдеры вот пожалуйста думаю можно их куда-то засунуть и еще и старых у меня до сих пор эти розы остались флоу остался и пожалуй все вот но в целом я как и ты ожидаю хорошего сезона потому что ну ну как они могут дать цены ниже то они до этого делали если не добирали свои любимые монеты я думаю что что сейчас это капитуляция временем потом потому что капитуляция ценой она уже была раз вот этого тягомотина тянут 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 и делаю так чтобы люди разочаровывались и уходили поэтому я всем советую заниматься какой-то деятельностью ну например те же теснеты те же player 2 блокчейны недавно мод раздал правда там очень смешная сумма получилась мне где-то 600 баксов раздали извиняюсь 600 монет которые по текущему курсу где-то 30 долларов но в любом случае было весело крутить сейчас вот на свои два аккаунта пытаюсь крутить скролл как вадим сказал все время ругаюсь но я понимаю что проект ну реально интересный потому что на скролле например есть и ави и этот и компаунд вот по какой-то причине у скролла хватило коннекшенов или всяких таких внутренней истории чтобы притащить одних двух самых крупных лендинг платформ на свой блокчейн например у того же мода это не удалось у стартнета этого нет мне кажется что скролл ну по-любому как бы топ проект и ретроспективно его сейчас очень мало кто крутит но ретроспективно окажется что ох нифига себе такой гем вот поэтому в принципе если слушайте меня сейчас думаю что смарт идея реально тоже скролл крутить смарт-контракты делать там очень много огромное количество там всяких лендингов вот но реально вот приходится очень туго когда его пытаешься крутить вот пожалуй все спасибо да спасибо за мнение игорь ну что я надеюсь там еще не храпишь полтора часа я уже в принципе фильм почти посмотрел чуть-чуть слушал на самом деле очень интересно давно я кстати вообще не участвовал так скажем не уходил свет спасибо за приглашение вот на самом деле я много уже ничего не добавлю да потому что передо мной все-таки много было спикеров частично они многие позиции мои сказали вот но что такого интересного но у нас есть большая доля принципе gtc у нас вообще так скажу у нас многие монеты да мы брали не исходя из их технологий да не исходя из каких-то возможных планов по их заработку и окупаемости а тупо исходя из графика да где накопления где например как вот уже пример появились fire до большие инвестиции были а монета стоят дешевле чем эти все инвестиции совокупные плюс новизна проект и так далее то есть вот исходя из этих критериев то есть чисто спекуляции долгосрок вот как там да образно полкодот на четыре года на пять лет вперед мы таких как бы планов пока включение строим вот потому что все-таки я считаю за эти несколько лет может случиться еще несколько и дампов и панков и так далее поэтому я думаю всегда заскочить какую-то интересную монету успеется соответственно монета одна из таких которые называли эти деньги gtc да это гиткоиновская монета принципе гиткоин и вообще пруфов юмилити на ротиком есть проекты начинают использовать эти проверку проверку не человечность так скажем да и я думаю что это будет продолжаться плюс я думаю что но эта монета вырастет потому что был там и накопление она так хорошо подпала а вот плюс сейчас один из топовых проектов да все-таки активно используют гиткоин который не вышел это заказе вот так же мы зашли во флоу и в принципе пока мы не пожалели потому что он не так уж и сильно просел вот и я думаю там что-то может что-то может быть интересно потому что все такие такие монетки они имеют свойство оживать сам неожиданным образом потому что инвестиции там были очень серьезные вот и хайп был серьезный я думаю они как-нибудь оживет но у нас небольшой процент момента вот что еще ну и оптасу и до пара которую мы периодически там ребалансируем друг друга да такая уже известная пара ты переливаешь вот что еще интересного эфир арбитром понятно оптимизма кстати нет возможно воспользуемся идеей по поводу перелива арбитрома в оптимизм при удачных стечении обстоятельств так скажем по цене вот ну а касательно полгода то ну естественно я не могу про них не сказать у нас есть и глимер и moon river не таких уж больших количеств но образно если если экосистема полгода то вдруг неожиданно оживет я думаю moon river и moon beam не отстанут и это все равно один из топовых проектах этой системы он тоже вырастет поэтому нас такая небольшая так скажем страховочка есть вот а вообще не знаю когда да то есть сразу до ребят мне кажется это важно сказать что ни у кого из нас нет четкого понимания до четких дат когда будет альтсезон вообще точно ли он прям гарантированно будет все мы здесь все предполагаем на основании опыта да и каких-то каких-то наших исследований там расчетов и так далее но стоит подумать о том что все таки очень большие деньги инвестированы в проект очень большой то есть за вот этот медвежий медвежий рынок вышло большое количество проектов и готовится к выходу до инвестированы много миллиардов долларов и эти фонды все они во многом очень многие аффилированы друг другу да то есть и с блок роком и так далее поэтому свои деньги ребята не любят терять вот эти крупные дяди на ребята хотят зарабатывать и альтсезон точно будет просто сейчас как правильно уже все ребята сказали сейчас нас выматывают сейчас вытряхивают лишние там не нужны как всегда поэтому я думаю что альтсезон в любом случае будет просто конечно вопрос прям точно когда никто вам не скажет но я тоже не думаю что это несколько лет и так далее в пределах года такое у меня предположение вот я так кратко выступил потому что мы уже все вадим сказали как-то съехал то стейблов сколько сколько вешать в граммах не хочет рассказывать то посмотри какой сколько у него стейблов но давайте я в общем поделюсь информацией почему не я скажу я скажу стейблов в районе 10 процентов плюс есть небольшие средства относительно небольшие выведены тоже для докупа вот не факт что они будут задействовать а так в основном конечно мы уже в рынке и в принципе закупились мы относительно давно и на этом проливе кстати мы не так уж и много добирали а кстати и дивадикс мы тоже покупали но он хорошо просел я тоже балансировался в него до из того что не проседал короче смотрите какая у меня мысля почему я заходил в рынок ну да заходил понятное дело что основной вход мой был в октябре 23 года и тоже уже не секрет почему там много метрик показывал я второй момент никто не знает когда будет аль сезон ну конечно так но если чё то на канале coin метрика в ю тубе там знают там давно уже сняли ролик сказали когда будет поэтому на всякий случай посмотрите вдруг угадал всяко бывает вот но какие для меня были аргументы в пользу того чтобы до зайти то есть у меня там была доля порядка 30 процентов стейбов почему я ее сократил и вот оставил максимально маленькую долю стейбл коинов но во первых я по ресерчал по обложкам ютуба да посмотрел просто настроение какое оно что ребята которые в основном занимаются трейдингом или которые вещают про индикаторы какие-то куда там график влево вправо пошел которые каждый день записывают ролики я никто что там что это плохо в целом чтобы вы поняли что не каналы инвесторов посмотрел а посмотрел именно настроение вот таких ребят они в основном все опили но это я делал в формате середины апреля вы должны понимать что уже почти месяц прошел сейчас потихоньку я смотри что ну приверженца в той теории которую я тогда для себя определил их становится потихоньку больше но опять-таки возможно это и влияние плюс там и крупные блогеры тот жираф например зашел да и он оказывает влияние на рынок как ни крути кто-то за ним повторяет кто-то из блогеров в том числе повторяет я там уж не говорю что кто-то за мной повторяет тем более я не сразу в паблике сказал что я зашел но приватки знают что я сделал давно так вот по консенсусу я видел что блогеры которые занимаются аналитикой они больше верят в падение да и по сей день на самом деле если посмотрите на обложке то они топят за падение вторая для меня немаловажная история метрика это газ в сети не первый раз я по ней захожу да в комплексной оценке то есть в 2023 году в октябре месяце была такая же история и это был один из решающих факторов принятия решения потому что газ длительное время был очень низкий так вот сейчас газ тоже очень низкий мы уже наверное на протяжении месяца находимся в диапазоне там 50 гивей вчера даже 4 был то есть это очень низко это говорит о том что загруженности в сети никакой нет когда был ирана дамп газ достигал 500 гивей то есть о чем это говорит о том что люди испугались люди стали все делать транзакции в сети но не в смысле гонять и обузить о том что стали перемещать активы значит пошла торговля торговля или покупка ну действия пошли сейчас действий нет никаких и даже не смотря на изобилие дроп хантеров которые еще все еще остались в рынке но их прям видно как редеет нету никакой загрузки блокчейнах и для меня это определенный знак то есть уже сегодня при так уж при так текущих ценах гв 5-6 единиц странно будет если нас повезут ниже далее общался с ребятами которые но это тоже инфлюенсеры блогеры которые там зазывают по реферальным ссылкам регистрироваться на биржах и так далее опять же неплохо нехорошо вы от этого ничего не теряете получаете скидку комиссии но я этим не занимаюсь и там не агитирую регистрироваться там по моим ревкам они есть но типа кто видит их в описании под роликом тот видит а так чтобы об этом говорить я по моему ни разу не говорю поэтому у меня и статистики нету я даже не слежу за ней но те ребята которые как бы с этого зарабатывают а с этого можно неплохо зарабатывать особенно если рекомендовать на фьючах торговать и так далее делать оборотку у тех есть дополнительная статистика и эта статистика может говорить опять же об активности юзеров если тебе ежемесячные платежи ну как у блогера это выстроено да у тебя ежемесячно падает какой-то чек от ну то есть комиссия от торгов твоих рефералов она может быть абсолютно разное это могут быть и немаленькие деньги ну и когда тебе там условно в 5 в 10 раз меньше приходит платеж что ты понимаешь ага что то не так так вот общаясь с ребятами как раз таки примерно месяц назад уже тогда такая тенденция была что она что мне по месяцам видно но и за каждый день в принципе отчисления видно и видно что эти отчисления упали то есть на биржах рефералы перестали торговать то есть всем страшно к тому же еще и давление летнего периода которая у нас исторически практически всегда за исключением той ремарки что виктор говорил о предвыборном годе практически всегда влияла негативно то есть поговорка sell and may and go away она очень часто отрабатывала и это естественно тоже там многие умы закладывали но опять же это в пользу большинства то есть я перечисляю там в пользу большинства что делают так делают так я подумала почему бы помимо вот озвученных факторов ведь у нас еще есть и фактор о ETF на эфириум которые тоже по слухам там должны были или должны будут 24 и 30 мая там должны быть как раз таки крайние даты и уже стали подогревать в желтых сми о том что их перенесут скорее всего на конец августа по моему или начало сентября то есть здесь тоже такая история плюс иск от сек в адрес консенсус пошел да то есть которая как бы тоже не дает как будто бы почвы под принятие ETF хотя в гонконге его уже приняли вот все эти аргументы в совокупности и ряд еще других они мне подсказывают будь бы я март мейкером я бы поступил наоборот если консенсус большинства привык к тому что летом ничего не происходит привык к тому что все уходят на каникулы если большинство ждет падение блогеры топят за это то почему их не наказать такое уже было я когда заходил в рынок в октябре 23 года примерно такая же картинка была по консенсусу блогеров то есть те кто топили кто трейдингом занимается они все топили за шорт но вы и индикаторы у них там показывали шорт или что-то там они у них показывают вечно но в целом ничего это не отработало в тот момент когда была последняя точка а по самым примитивным индикациям там переписечением скользящих да и пициклом например индикатор такой есть то есть там даже было понятно что октябрь это последняя хорошая точка входа даже по этим примитивным историям был аргумент за вход но у трейдеров было свое мнение в итоге они все ошиблись все их индикаторы естественно тоже пошли коту под хвост я уверен что эти индикации все анализируются крупным игроком в том числе то есть не мы с вами самые умные я думаю что это алгоритмически вообще делается возможно и искусственный интеллект применяется поэтому все легко считать поэтому там каналы которые вещают за какие-то различные индикаторы они очень часто оказываются правы но если вы будете на дистанции за ними следить то вы заметите что в определенный момент времени индикаторы обманывают и рано или поздно то есть все становится наоборот а этого в принципе достаточно чтобы допустим не зайти в нужный момент в рынок и остаться на заборе то есть уже как бы плохо вот собственно такие у меня аргумент получается по консенсусу ребят с которыми мы пообщались у меня одна из самых плотных точек входа то есть я загружен на 90 процентов хотя вот игорь получается так же виктор и ну дэн тоже получается эти короче все получаются загружены в рынок вот у меня есть еще вопрос вот подписчиков к виктору я знаю что ты шаришь за руны все что с ними связано мог бы поделиться информацией потому что многие скипнули в том числе и я эту тему мог бы ты поделиться что за нарратив что на что там стоит обратить внимание и насколько он перспективный стоит ли что-то в портфель добавлять да насчет рун в общем рун и это скажем продолжение инновации на биткоине первая инновация была которая внедрялась причем одним и тем же человеком он создал орденов с протокол орденов с протокол который позволял фактически привязывать каждому отдельному саташу сатошику какие-то данные это могла быть картинка это мог быть какой-то токен это мог быть видеофайл даже игра прям целая какая-то мини-игра и с этими орденов сами они достаточно хорошо выстрелили особенно ранние проекты которые там были первые там 10 тысяч инскрипции потом появились на базе орденов такие токены как которые назывались версии 20 и фактически бина усложить потом начал листить и один из самых таких популярных это был орден орден тоже был запущен фактически фаундером вот этого орденов с протокола и буквально недавно этот же человек который запустил хайп орденов си создал этот протокол он запустил протокол руны называется и рун протокол он немножко отличается от орденов с тем что он использует непосредственно вот эту концепцию перемещения биткоинов и у тех кто и он позволяет фактически создавать что-то наподобие я все 20 токенов на эфире то есть гораздо более упрощает перемещение этих токенов их созданием и не нужно уже там их короче дробить делать какие-то сложные инскрипции выделять отдельные сатошики чтобы что-то там отправить короче он упрощает скажем пэмблинг на биткоине и в связи с этим начали создаваться там первые руны одна из самых первых это там док это руна мем койна собаки на биткоине и сама как бы перспектива заключается в том что биткоин это по сути самый большой рынок самое большое количество денег находится на биткоине если вы посмотрите на историю тех же ординал сибирси 20 токенов там были просто необычайные необычные очень сильные пампы ну и соответственно централизованные биржи начали поддерживать том же бинанс причем сизи он очень сильно топил тоже в принципе за ординал сир бинанс там хранил большое количество именно ординал с не знаю делали ли они инскрипции или нет ну в общем это продолжение но опять-таки это все лотерея никто не знает будет ли хайп на эти руны но ввиду того что это что-то новое и ввиду того что на биткоине до этого с ординал сами был очень большой хайп и соответственно очень большие были там пампы то здесь тоже есть вероятность того что здесь может появиться возможность заработать это можно расценивать как например те же самые мем коины на салоне на только салана это салана биткоин это старичок самая старая самая защищенная сеть и например меня тоже на своем канале записывал в телеграме что ну если мы предположим на самый первый мем коин который у нас появился это был дочкойн дочкойн это фактический форк биткоина какой-то паренек просто формул биткоин назвал это дочкой нам прикрепил фотографию своей собаки и просто сделал это каким-то мемом просто ради ради прикола ради интереса вот и просто по фану и потом это превратилось прям целый культ дочку он уже долгое время живет своей жизнью и соответственно каждый сезон он очень сильно пампится и фактически мем коины начали потом уже появляться вам более-менее развиваться в двадцатом году с этими шиба у нас папа и так далее а до этого баллом правил дочкойн он всегда считался помимо номер один и даже если мы посмотрим по графику биткоина и дочкой на то дочкойн всегда на каждом сезоне он выстреливал в 5-10 иксов битку нужное время а здесь мы можем представить что мем коины можно создавать не на дочь коим блокчейне на который все-таки это отдельный блокчейн дает а про форк но у него капитализация зависит от роста о стоимости самого токена да и соответственно там отдельные майнеры там можно атаку 51 если у тебя достаточно большой капитал провести а здесь можно запускать мем коины или какие-то токены к которым потом привязывать на какие-то ютилити непосредственно на самом старом самом крупном и самом дорогом блокчейне под названием bitcoin и и вот в общем вот так вот в общих чертах все что могу сказать ну то есть есть там пару проектов за которыми слежу но это все прям гэмблинг то есть здесь вероятность того что потеряешь деньги очень большая но и вероятность того что выстрелит тоже есть в двух словах да понял спасибо чё поотвечаем на вопросы чтобы было как-то более поживее я не знаю у меня немножко ходу температура поэтому я что-то так теряю мысли моментом а у нас вот андрей тянет руку давно давайте ребят не стесняйтесь короче поднимайте руки пообщаемся либо опять телеграм не показывает но рук нету а вот андрей включил тебе микрофон о спасибо 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 два вопросика ребят привет всем интересует первый момент как бы немного философский в части раздачи дропов от проектов как вы думаете почему до сих пор крупные проекты не ввели в механику дропов а вестинг да такой там на год на два для того чтобы уменьшить давление на стакан вот это первый вопрос но больше хотелось бы услышать мнение от вадима как наиболее погруженного скажем так в токеномику да и как бы второй момент про волткоин хотелось бы как бы ну какой-то экспресс мнение тоже вообще с учетом их гигантского dv ну вообще как смотрите на эту монету два вопроса давай на первый вопрос я отвечу колюш он мне был адресован на второй вопрос денис может быть ответит он как раз говорил что изучал да да вот по поводу почему проекты не вводят вестинги и клифы для аэродропов но у меня есть четкое убеждение того что аэродроп это форма манипуляции я уже тоже неоднократно высказывал это мнение как я его вижу да возможно я его вижу нестандартно я примерно непримерно четко достаточно вижу картинку что аэродроп это маркетинг это каждый из вас видит это в принципе банальная вещь и очевидно но на мой взгляд это и форма манипуляции о чем я говорю смотри например есть проект целью которого привлечь хорошие инвестиции для того чтобы проект привлекал инвестиции ему что в плане токеномики то есть я изучаю много токеномик и есть определенная насмотренность что происходит нормальной токеномики проект рисует себе большой клифф и вестинг на команду на команду на адвайзеров и приходит условно говоря к фондам и говорит вот мы делаем такую-то классную историю у нас есть доли для инвесторов пожалуйста и мы смотрите заинтересованы надолго как бы чтобы все развивалось у нас токены в руки попадут хрен знает когда вот смотрите номинально давайте мы вам продадим токенов по такой-то цене и тоже сделаем клиффы чтобы как ранних инвесторов мы поощрим ценой но клифф и вестинги у вас также будут как и у нас а на паблике там возможно будем через airdrop и через токенсейлы раздавать небольшую долю но без клифф и вестингов а инвесторы кивают башку и говорят да это нормально это правильно в принципе все проекты так делают почему был хейт на стартнет который выпустили токен на тге и сказали что через два месяца уже начнутся разлоки естественно сообщество возбудилось и сказалось как так ребята что за скамина в принципе у всех есть насмотренность какая-то да и так не делается с большими проектами стартнет сначала это типа говорил что ну мы долго там уже и так ждем разрабатываем но тем не менее поняли что это фатальная ошибка и исправились то есть убрали этот быстрый вестинг разлок точнее вот и на мой взгляд команды которые раздают airdrop и они манипулируют этой истории то есть они фондом показывают что на бумаге у них токенов на старте не будет и достаточное время не будет ну как правило там первый год у них вообще клифф а то бывает и два то есть токенов нету они не заинтересанты скажем так сделать какую-то хайп скам идею которая через неделю закроется потому что у них нечего продавать но формально они через механизм распределения airdrop как раз таки закидывают себе часть токенов при этом эти токены ликвидны именно поэтому они на них не набрасывают никаких там вестингов и клиффов для того чтобы иметь эту форму манипуляции а поскольку она не подконтрольная потому что всегда можно сослаться на какой-то там кластер или еще какую-нибудь ерунду которую не проверишь то собственно это все и работа вот именно поэтому я думаю его и не внедрили наиболее честные проекты которые там не не прошалили как это все работает они пытаются сейчас сделать это и последние дропы там ну они как бы и дропами назовешь но что заметьте что именно те проекты которые эти дропы раздают они несущественные то есть там копейки вот zero land возьмите масса они все делают уже клиффы клиффы вестинги какие-то и так далее но там концепция которая сказал выше манипуляции она не работает потому что он как по факту из в этих дропах нету денег а дропы которые масштабные крупные там такой ерундой не занимаются при этом там всегда возникает вопрос о прозрачности распределения к тому же старт на туда было адресовано немало вопросов есть публичные критерии но ты вроде должен подходить они подходишь почему не ясно и я думаю что именно это ответ на вопрос я вообще считаю что форма распределение через аирдропы она на самом деле наименее честно чем через токенсы потому что здесь гораздо больше манипуляций и здесь это казино короче где ты играешь с подставным крупье который знает все правила и где нету отчетности никакой почему потому что на токен целых например ты как правило если это нормальная история если мы не говорим токенсейл собранный у себя на сайте уже не формат современных токенсейл это скорее какой-то скам если мы говорим о формате токенсейлов на коин листе там на биржевом ланчпаде и так далее то эта работа с третьими сторонами и манипулировать будет гораздо сложнее а когда ты раздаешь дроп у тебя нету по факту этой третьей стороны ты сам может химичить что хочешь поэтому я считаю что аирдроп он вот с точки зрения манипуляции еще более опасны собственно поэтому я и записывал ролик в том числе что аирдроп это вообще не панацея ничего если будет какое-то преследование у регулятора к проектам то к аирдропу может возникнуть еще больше вопросов чем к токенсейла это вполне себе читается нету здесь панацея просто это новая как бы парадигма новая кормушка за которой вы мы сцепились то есть прошлом цикле все были уцепившись за коин лист за токенсейлы в этот раз к аирдропом но парадигма меняется возможно сейчас опять будет меняться она в сторону токенсейлов потому что по факту я считаю что токенсейлы они закрылись они все также существуют бинанса их запускает ланчпады запускаются кстати not coin до выходит на байнас тоже достаточно интересная идея то есть это как некий масс адопшн потому что у над коина была большая аудитория она абсолютно не криптовая они вообще не понимают что такое криптовалюта от слова совсем вот игорь не даст соврать они делали интеграцию с над коином у них там канал сейчас большой там 70 тысяч юзеров и большинство из них с над коина но они вообще не интересуются тем о чем пишет канал по крипте потому что это вообще далекая аудитория но как первое касание с какой-то историей с крипто это как бы нормальная тема и если мы смотрим на тот же байнас биржевые ланчпады то там токенсейлы не остановились и никто не боится этой регуляции то есть ничего не изменилось именно история с аирдропами и наиболее частой формой выхода через дробь я ну считаю что она как раз таки основана на форме манипулирования плюс сейчас очень удобная история тут можно еще и мнение виктора послушать это поинтовая история значит он тоже там много куда закидывает он говорил в этом ролике выпуске об этом поинтовая история которая обязует тебя бесконечно лочить ликвидность я тоже считаю что здесь есть определенная форма манипулирования крупного игрока потому что тебя заставляет по факту распихать весь свой депозит будучи там либо тебя заставляют купить эфир который ты может быть бы так и не купил по текущим ценам но поскольку запускается охранительная новая программа с какими-то там бустами непонятными ты бежишь и покупаешь при этом засаживаешься закидываешь какие-то там лоб подлоки либо вывода нету в протоколах там как в рейн-нетворк например его не было только через смарт-контракт ну да и попробуй человеку который допустим с ноткой на пришел объяснить что вывод через смарт-контракт он тебя посмотрит круглыми глазами скажет на каком языке со мной вообще разговариваешь а сейчас кстати в рейн-нетворк появилась кнопка вывода если вдруг кто-то хотел теперь вам не надо познавать все тягости ресерча как-то сделать через мат контракт есть обычная просто кнопочка вилдру поэтому кто хотел выводить вы можете это сделать так вот форма раздачи аэродропа через поинты на мой взгляд тоже манипуляция тебя увозят осознанно альтать альтсезона то есть в одних проектах ты эфир залочил в других проектах тебе скажут стейбл закинуть и при этом все время растягивать той же рейн-нетворк тебе сказали о до 6 числа до 6 мая фармим и все потом до 13 мая теперь уже до 30 июня то есть и по факту ты вот эти стейблы которые сейчас на проливе ты мог бы что-то там покупать откупать они у тебя лежат якобы там что-то фармится бесконечно даже самая линия тебя заставили купить эфир и дальше просто сушат тебе не говорят когда там будет этот снимок раннего адоптера и далее то есть бесконечная просто сушка сушка времени и невозможность тебе закупиться поэтому я считаю ну вот моя позиция такая чтобы уже много мне кажется ответил что аэродропы это хитро как там сказать-то это что-то без ругательства хитрая тема короче все я понял слушай а можно чуть-чуть добавлю в один к тебе давай вот по аэродропам я тоже свое время изучал но первое что интересно из-за американского налогообложения аэродропы чисто налогооблагаемая история причем налогооблагаемая исключительно по первой цене продавали токен по 100 баксов а потом он упал до доллара свои трудности налог возникает со 100 баксов это конечно можно сказать там про америкосов и так далее но тем не менее чисто налогооблагаемая история также история что когда я интересовался венчурной темой ну кто знает и там статьи таблица дела и так далее посыл такой у венчурных они все больше и больше задают проектом как ты будешь купаться но мы не можем постоянно заливать тебя бабки через год придешь у тебя снова нет денег ты опять голодранец и будешь рассказывать какие у тебя чудесные технологии это уже интересно но постольку поскольку там уже некий раш такой чёс прошел уже все-таки начинает задавать как ты будешь себя окупать то есть уходи прямо из стадии там самой ранней стадии да чуть-чуть они выше поднимают они как бы толкает сторону раундов b c d которые нам с вами не знакомы на фондовом рынке давно есть то есть давай становись потихонечку бизнес а мы обычно с вами видим в лучшем случае раунта ну бывает b иногда очень редко за этими раундами это не просто буквы или последовательность прохождения да во времени раундов это именно степень зрелости проекта значит они задают вопрос как ты будешь зарабатывать один из способов манипуляции в том числе со всеми аэродропами слушайте но вы прекрасно знаете как прекрасно можно потратиться на газ на всех этих проектов пока ты получишь свои аэродропы сколько ты должен будешь конечно там есть плюсы и маркетинг и награждаешь лояльных участников и делаешь так что токи на многих как будто бы в руках вроде бы ты передаешь легитимность этому проекту а не то что он у кучки но на газ тратится заметное количество денег и проект тем самым повышает свои показатели вот ревеню в том числе потому что эти ребятки фонды стали задавать вопросы как ты будешь зарабатывать да можно на краткосрок на долгосрок наверное тоже какие-то песни поют но но вот такое добавление по поводу аэродропов а уж если это налогооблагаемая история а это так и есть судя по статьям то это вообще попадут не для нас для тех кто там на западе спасибо вадим можно как раз тебе хотел дать слово да но я на ворскоин зайду через аэродропы человек задал вопрос именно концептуально я попробую тезисно я думаю что связка будет прослеживаться а первое что я как бы зайду из депли у нас на дворе как бы разрушение бреттенбудской системы и значит мировой истеблишмент он где-то уже года три или там четыре с начала коронавируса проталкивает идею инклюзивного капитализма или по-другому стейкхолдерного капитализма тут кстати вот созвучие есть стейкхолдерный капитализм связывает они это с тем что мы переходим в ну как бы в новую экономику данных и там будет править балом искусственный интеллект и искусственный интеллект отжимает рынок труда у человека и собственно говоря нужно придумывать каким образом человека встроить в эту экономику и ну собственно говоря стейкхолдерные стейкхолдерный капитализм он и предполагает собственно говоря участие различных периферий различных людей в экономике больших цифровых платформ которые будут хранить распечатать данные. А блокчейн здесь, кстати, нужен для достоверности, валидации, верификации данных, для надежного хранения, для защиты от утечек данных, которые искусственный интеллект сейчас пожирает как не в себя. И, собственно говоря, в горизонте 10-15 лет они видят вовлечение людей в эту стейкхолдерную экономику. И вот дропы здесь, они как раз-таки это как бы тоже определенный такой тест способов заработка, ну, как бы огромных масс. Стео Чайнлинка вообще убежден, что мы будем эту экономику строить лет 20-40, то есть, грубо говоря, там эпоха такая тестнетов, она нескончаемая. То есть постоянно будем тестировать какие-то новые протоколы, и, собственно говоря, можно массу людей постоянно привлекать. Ну, и на этом, собственно говоря, они могут как бы свою копейку зарабатывать. То есть проводя тестнеты, помогая адаптировать какие-то протоколы. Ну, вот это как бы первая часть. Вторая часть, она связана с тем, что наступит эта эпоха с момента, когда все же пользователи начнут идентифицировать. То есть и KYC, и ML, он неименуемо, ну, собственно говоря, будет имплементирован и в децентрализованных протоколах, и здесь как раз-таки WorldCoin, который вышел, собственно говоря, из жерла OpenAI, ну, вот тоже как бы Стэм Альтман, то есть какое имеет отношение он там к блокчейн-технологиям, взял и, собственно говоря, разродился таким проектом. Все завязано на сетчатку дан, на сетчатку глаза и доказательства там нулевого разглашения. То есть, грубо говоря, этот проект просто подтверждает, что, ну, как бы вы человек. Но если будете изучать документацию, то там, собственно говоря, там сквозят такие тезисы, что проект будет противодействовать Сибилл-атакам. Вот. И я думаю, что вот эти, ну, эпоха вот этих дропов, ну, такая бешеная, да, то есть это некий такой, с одной стороны, сейчас абьюз, ну, набежавших голодных пользователей, ну, которые там на дне рынка, собственно говоря, кормятся этими дропами. Но приведет это, собственно говоря, к тому, что большое количество людей, которых побреют, то есть, которые не попадут там в эти снапшоты, а есть вообще люди, которые не участвуют и смотрят на это, вы там, я не знаю, как бы Сибилл-фермы свои развиваете, то есть, блин, а как нам обычным там пользователям в этом участвовать, даже неинтересно. То есть, назревает большая масса людей, которая, в принципе, в ближайший год-два и сама не будет против, ну, как бы настаивать, что давайте, как бы, решать вопрос с Сибиллами. Ну и вот, собственно говоря, WorldCoin и похожего, как бы, склада проекта, всякие паспорта, веб-3, они очень лаконично, ну, придут как инструмент удовлетворить вот эту боль. Если говорить про WorldCoin, то, ну, как бы, все это завязано на экосистему искусственного интеллекта. Тут без геополитики, макроэкономики и, ну, как бы, больших денег сложно разобрать, то есть, в чем подвох. Как бы, есть сейчас борьба Китая и Штатов за Тайвань. То есть, ну, и рано или поздно, как бы, она завершится тем, что, скорее всего, Соединенные Штаты инфраструктуру производства чипов для искусственного интеллекта им не оставят. То есть, и с высокой степенью вероятности все дата-центры, то есть, где большие данные, где большие лингвистические модели будут базироваться, то есть, и приземлены, задеплоены, они будут, скорее всего, в Соединенных Штатах. А доступ к ним из разных стран будет осуществляться по интернету, то есть, на этом экономика будет строиться. Но вот возникает вопрос, каким образом вам данные, которые генерит искусственный интеллект, то есть, это может быть строчка кода, это может быть текст, это может быть картинка или видеоролика, и каким образом и вязать к вашим, ну, зарегистрировать ваше право. То есть, ну, если особенно вы из разных юрисдикций стучитесь, допустим, вы куда-нибудь копан, да, и чтобы они вам что-то сгенерировали. И вот этот проект, он, собственно говоря, очень хорошо, ну, как бы, решает вопрос, то есть, он сначала дает вам возможность зарегистрировать, ну, сгенерированный контент на вашу биометрию, а уже в своей юрисдикции вы эту биометрию в соответствии с вашими, ну, там, законными, подзаконными актами будете уже привязывать на, там, ваши паспортные данные, там, независимо от юрисдикции, ну, или, там, подсудности. Вот, собственно говоря, вот так приблизительно это выглядит. Спасибо, ребят, спасибо за ответ. Так, давайте Владиславу дадим еще микрофончик, тоже задать вопрос. Владислав, добрый вечер, включен микрофон, нажимаете кнопочку, говорите. Кнопочка в микрофону посередине находится на дисплее. Да-да, благодарю. Ребята, всем привет. Благодарю вас за такой спич. Я бы хотел, наверное, выдать, скажем так, фундамент. Мне кажется, что стоит рассматривать рынок криптовалют. Наверное, в парадигме цикличности. Ну, допустим, как сейчас, он в стадии Дикого Запада. Сейчас объясню. А цикличность – это, ну, допустим, весна, и это осень-зима. Это рождение, рост, становление смерти. То же самое с криптой. А сейчас этот рынок только зарождается. Соответственно, появляется очень много проектов, очень много разных вариантов. Очень в перспективе очень много проектов умрет, как L0, так L1, L2 и так далее. Почему? Потому что, допустим, вот я по себе сейчас отслежу, что я, ну, не пользуюсь многими мостами, не пользуюсь многими, допустим, там L0, ну, проектами, которые там L0, L2. То есть, допустим, если я делаю какие-то слабые, то это сделаю, допустим, в оптимизме, либо в арбитруме, потому что самые дешевые транзы. А если я решаю там использовать какие-то там, допустим, нормы, проекты, сейчас это, ну, допустим, эфир. Дальше, возможно, это будет еще L0. Возможно, потому что там будет более дешевле транзакций. Вот. Поэтому, если мы посмотрим перспективе на рынок криптовалют с этой парадигмы, то в целом мы поймем, что многие проекты просто отвалятся. И нам нужно выбрать, соответственно, то есть, если продолжить логику, выбрать проекты, которые будут более полезны, что ли, скажем так, в практичность, то есть, более практичны. И я бы хотел, чтобы вы, вот, скажем так, дали обратную связь свою на перспективу проекты, которые будут более полезны, важны для сообщества, для всех остальных людей, которые войдут в мир криптовалют. Я уверен, что у нас сейчас в криптовалюты зашло, ну, не более 10%, возможно, даже 5-1-2%, те, которые сейчас вот делают какие-то, скажем так, пионеры криптовалют, потому что, ну, сколько у нас? Из 9 миллиардов зашло крипту. Ну, блин, буквально, ну, единицы, скажем так, ну, 2-3-5%, пускай 10, прям, очень мало. То есть, зайти со стороны полезности. То есть, какие проекты, по вашему мнению, выживут и продолжат свою, скажем так, рост в перспективе. И это будет, скажем так, тот фундамент, от которого всем остальным, скажем, криптопионерам, наверное, можно так сказать, стоит, наверное, отталкиваться. Надеюсь, я донес свой спич. Благодарю. Да, спасибо. Но я так понимаю, вопроса как такового у тебя нету, это больше похоже на мнение. Ну, смотри, вопрос как бы есть. Он же больше состоит в том, что на какие проекты могут принести максимальную пользу. Можем ли мы их назвать? Для многих появляющихся. Ну, то есть, что может создать широкий интерес? Да, первое. У широких масс. Могу попробовать ответить. Давай. Да, говорю, опять-таки сошлюсь. Ну, и на самом деле рекомендую посмотреть пресс-релизы. И на английском языке, скорее всего, остались ролики на сайте доводского форума. Они очень хорошо раскатывали эту тему. И, собственно говоря, ставили задачи, в 23-м году как раз-таки перед децентрализованным бэкэндом мета-вселенной, которая должна, ну, скажем так, сформировать некую платформу для экономики данных. Ну, они как бы напрямую не называли какие-то проекты, но они таким изоповым языком называли требования. То есть, что эта платформа там должна выдать. И, ну, например, там топ-2 после мета-вселенной, слово, которое цитировалось, интероперабельность. То есть, если посмотреть, где, каким экосистемам эта интероперабельность, ну, грубо говоря, соотносится, ну, на сегодняшний момент полкодот это, ну, как бы, одна из таких экосистем, где интероперабельность ставится в главу угла. То есть, грубо говоря, совместимость вот этих различных цепочек, то есть, которые общаются через протокол, ну, как бы, центральной цепи полкодота. То есть, когда они могут между собой разговаривать, то есть, они могут передавать, ну, различные данные. То есть, вот эта интероперабельность, это прям вот реально топ-1, ну, там, топ-2 слова, которое после мета-вселенной звучало. Также по поводу интероперабельности можно, конечно, рассматривать эфир, но она достаточно ограниченная. То есть, в принципе, там интероперабельность вся ограничивается EVM. То есть, ну, вот, условно говоря, там, реализовали вы какой-то смарт-контракт, вы можете, допустим, портировать его там из одной экосистемы в другую, то есть, мигрировать какие-то данные. Но вот именно возможности перетекать к каким-то данным, то есть, на сегодняшний момент, ну, я пока не вижу, ну, каких-то там претендентов сместить это вот, ну, только полкодот. Кроме того, в этой парадигме интероперабельности с точки зрения вот развития инфраструктуры для экономики данных идут абсолютно точно карданы. Ну, это как минимум странно, то есть, эти три чувака вместе начинали, и я бы не поверил, если бы там они все втроем разошлись, и там один из них продолжил делать эфир, а два пошли какие-нибудь мемкоины делать. То есть, там, двое точно, что Гивенвуд, что Хоскинсон, они абсолютно точно знают, что они делают. Там, Кардана, собственно говоря, именно делает акцент на транзакции, которые будут передаваться, которые будут полновесно подтверждать, доказывать, короче, различные состояния, состояния, то есть, ну, скажем так, в разном спектре, короче, описывать метаданные, то есть, либо их вообще не отдавать, либо передавать, очень как бы математически в полноте доказывая, короче, различные состояния. Ну, еще один из блокчейнов, который, кстати говоря, хочу тоже, наверное, подсветить, Аваланч, про него сегодня вообще, по-моему, что-то так не вспоминали, но, на секундочку, на нем, допустим, на форке Аваланча работает FedNow, то есть, который в 23-м году приняли в Соединенных Штатах, это, ну, по сути дела, моментальные платежи. Это чем-то похоже на нашу систему быстрых платежей. Скорее всего, это, ну, как бы, некий фундамент для построения CBDC дальнейшего. То есть, вот, на сегодняшний момент это работает на блокчейне, который является форком Аваланч. Ну, вот, собственно говоря, такие вот засветочки есть. На что можно смотреть, то есть, что будет в теме. Ну, еще Chainlink. Chainlink, он, собственно говоря, практически сейчас все страны с ним заключают партнерские соглашения, то есть, центральные банки, коммерческие банки. И поставка данных, то есть, без поставки данных, надежной, без предоставления данных о ценах, там, о состоянии каких-то, там, логистики, каких-то транзакциях, не будет работать эта экономика. На сегодняшний момент, вот, ну, из всех оракулов, это, там, топ-1, у которого в реальном мире есть инфраструктура. То есть, если взять какой-нибудь бенд, он чисто, как бы, он чейн оракул. Ну, то есть, данные гоняет, там, между какими-то блокчейнами. А вот если брать Chainlink, то он часть данных собирает в реальном мире и потом засовывает к себе на цепочку. Ну, вот, наверное, такие бы я высветил проекты, которые, ну, точно переживут ближайшие десятилетия. Я тоже хотел добавить, в частности, насчет Chainlink, что мало того, что он, грубо говоря, является источником данных для смарт-контрактов, для многих блокчейнов, данных, в частности, там, Real World Assets, они еще создали вот этот CCIP, то есть протокол интероперабельности, который еще позволит всем этим данным взаимодействовать друг с другом на разных сетях с разными смарт-контрактами. То есть, он убивает двух зайцев, он, получается, идет data feed, получается, внедряет данные извне сами блокчейны и, соответственно, еще и позволит смарт-контрактам взаимодействовать между собой. И еще хотел сказать, что полезными, мне кажется, что мы находимся, вот как ранее говорили, что мы находимся на очень ранном этапе вообще развития этого веб-3, и сейчас, мне кажется, акцент нужно больше ставить не на то, какие там блокчейны и инфраструктуры будут полезны для людей, а именно на то, какие блокчейны и инфраструктуры будут полезны для разработчиков. А вот уже разработчики, они будут создавать какие-то полезные для людей продукты, потому что это все-таки сейчас мы топчемся все равно на уровне инфраструктуры. Да, на Солане мы видим там большую активность, потому что там на самом деле минкоинами торгуют. А в целом какая-то активность, то есть мы все, что сейчас делаем в крипте, но я над себя могу сказать, я делаю это только с побуждений, да, получить какой-то потенциальный дроп, что-то там поюзать. Да, очень круто, что я могу свои средства полностью контролировать, когда угодно что-то купить, что-то продать, сдать кому-то в долг децентрализованным способом. Но в целом мы все же просто юзаем эти протоколы, чтобы получить какую-то выгоду, но выгоду именно финансовую. Но реальных каких-то проблем очень мало проектов решает. Вот проблемы, например, связанные с искусственным интеллектом, да, могут решать такие проекты там глобальные, как Fetch, да, потому что они работают опять же с Бошем. Но в целом нужно, мне кажется, акцентировать внимание все-таки именно на разработчиках, потому что разработчики уже как раз-таки создадут те продукты, которые потенциально могут уже привлечь юзеров и улучшить там нашу жизнь в разных аспектах. Оверды криптору. Есть еще такая проблема, что веб-2 на самом деле он будет в ближайшее время загибаться от того, что, ну, будет процветать пиратство. То есть крупные платформы сейчас просто, ну, копируют весь интернет, закатывают в датасеты. Собственно говоря, если вы занимаетесь каким-нибудь бизнесом или что-либо делаете в сети, то вы сейчас вообще никак не защищены от того, что, ну, ваше что-то написанное, ваши какие-то данные, ваша какая-то цифровая информация, она не войдет в какие-то датасеты, там, GPT-5, которые сейчас тренируются. И прятать эту информацию, ну, не остается, кроме как вот использовать какие-то блокчейн-протоколы, то есть и разработка, я думаю, что в ближайшие 2-3 года она будет как раз вести по линии каких-то фреймворков, которые будут предлагать приложения, ну, децентрализованного характера. То есть, ну, децентрализация в данном случае будет скорее именно с позиции спрятать это все под криптографией, под слои криптографии. Да, я с тобой согласен, но тут же еще есть другая проблема, не только копирование, да, проблема того, что искусственный интеллект будет генерировать те же самые текста, видео, фотографии похлеще креаторов. И, соответственно, вопрос копирования, он может тоже потом в будущем пропасть, потому что не будет смысла что-то где-то искать, копировать, и у людей будут пропадать бизнесы не из-за того, что нету, да, копирайта и нету четкого трекинга, да, что это твое, и использовать могут это только при твоем согласии, инсентисами для тебя, а просто будут использовать то, что сгенерировано уже непосредственно всякими этими моделями искусственного интеллекта. Ставаш, Ух. Плюс, понимаете, если мы идем уверенно в мета, в цифровую экономику, где фондовые рынки и прочие будут оцифровываться сейчас через РВЕ и так далее, через вот эти нормативы, возникает и который уже возник. Социальный граф, когда хотят знать кто ты, что ты и так далее, там еще Виталик Бутерин про этот тип токенов разгонял, сейчас все больше и больше появляется тема социального графа, метавселенная, социальный граф, цифровые деньги, AI. Получается, что блокчейны, которые помогут максимально развиваться AI или будут включать в себя AI, и такой нарратив сейчас тот же НИР, да, там подхватил, недавно в апреле объявили, что тоже нанимают разработчиков. Чем они будут больше привлекать AI, тем это полезнее для тех, скажем так, структур, кто эту всю повестку двигает. Так что набор здесь, в общем-то, понятен. Может быть, с отклонениями, но вектор-то они объявили. Тут концептуально, если говорить про искусственный интеллект, то на сегодняшний момент все модели, которые есть, они натренированы на данных, которые за последние 20 лет, платформы Web2, собственно говоря, сумели саккумулировать. Но эти модели, они достаточно сейчас недостоверны, глючат, ну, как бы опираться на решение такого искусственного интеллекта очень чревато. Я думаю, что, в принципе, весь блокчейн, то есть все проекты, какие есть, это построение некой такой губки, которая ближайшие 10-20 лет будет также накапливать данные, но только уже верифицированные, структурированные, на базе которых потом будут строиться модели более сильного искусственного интеллекта, которые будут оперироваться уже достоверными данными и выдавать достоверные решения. Но я думаю, что туда мы придем лет через 15, не раньше. То есть блокчейн как помощник создания сильного общего искусственного интеллекта? Ну, абсолютно верно, да. То есть, с одной стороны, искусственный интеллект – это будет некая такая цепь, на которую будут искусственный интеллект сажать, чтобы он сильно не покусал, ну, скажем так, массу пользователей. А с другой стороны, от же этот искусственный интеллект будет опираться на данные на базе блокчейна. Красиво. Мне нравится. Молодцы. Так, я здесь. Вадим, отходил. Да нет, не отходил. Просто приходы ловлю периодически. Смотрите, у нас, короче, обложка будет называть. Я тут пока дизайнеру задание давал, чтобы он обложку нарисовал. Когда начнется альцезон? Я предлагаю зафиналить, собственно, наш пич, который уже идет третий час. Зафиналить ответом на этот вопрос, чтобы мы много чего обсудили. Тем более, рук нету. Мое мнение, да, то есть, я допускаю, что вопреки всем ожиданиям того, что лето – это неактивный период, может начаться альцезон. Но я не жду альцезона в том понимании, в котором мы привыкли, когда актив может за день расти на несколько сотен процентов. Такого альцезона, скорее, я жду там в конце 2024, а то и в 2025 году. О чем я уже говорил неоднократно, и в том числе видео на YouTube-канале CoinMetric. Но, тем не менее, определенного роста в летний период времени я допускаю. И не очень хочется его упустить. Поэтому я нарастил свой альткоин-портфель. Вот, соответственно, вопрос к каждому из спикеров. Когда, на ваш взгляд, исходя там из ваших стратегий, или просто почуйки, когда вы ждете альцезона? Ну, давай я по списку, если там, вверху, то давай поделюсь своим мнением. Я пока у Игоря микрофон выключил, там какой-то кипиш происходит. Хорошо. Смотри, я сейчас, ну, мне нужно 2-3 минуты, я тему постараюсь раскрыть. Если не брать чуйку, давайте, ну, оттолкнемся от чего? Что такое альцезон, да? И можно встретить разные описания. Мы вроде бы все знаем, и вроде бы на русском говорим, но тем не менее. И мне понравилась концепция, не знаю, устоит она, нет, за много лет, там, который был или который будет, но мне понравилась концепция блокчейн-центр сайта. Что если 75% из 150 монет, если 75% показали себя лучше, чем биткоин за последние 90 дней, то это как бы альцезон. Ну, и причем из 150 исключаются стейблкоины и токены, обеспеченные активами. WBTC, STATH, ну и так далее, C-Link и прочее. То есть вот это все, условно говоря, что не является натуральным, все это исключается. И они, соответственно, по своему вот этому индексу альцезона, кому интересно, блокчейн-центр посмотрите, точка нет. И у них, соответственно, по индексу альцезона, так как другого я не вижу, да, и мне их подход импонирует сейчас в моменте, то мне понравилось, что по ним было два крупных альцезона. В 24-м году тоже чуть-чуть был мелкий, но таких достаточно хоть как-то продолжительных был. Был с марта 2021 года по, короче, с 20-го, условно говоря, марта по 20-й июня. Был еще альцезон, несмотря на то, что в мае падал биткоин. Но, тем не менее, токены все равно по их методике росли. И второе, это было с 8-го августа примерно там 22-го года по 20-е число сентября 22-го. Итак, март-июнь 21-го, август-сентябрь 22-го. Я от этого оттолкнулся и решил посмотреть на некие синтетические показатели, которые мне было бы интересно посмотреть. Потому что зачастую мы знаем, что из битка переливаются во льду, ну или там из эфира и так далее, и так далее. То есть как бы идет некая каскадность. Ну и, соответственно, посмотрев по нескольким показателям, пока мы общались, увидел, что по показателю, если отношение, ну он, пока буду просто называть, на самом деле на экране было бы гораздо нагляднее, но давайте на слух. По показателю DXY к BTC, ну то есть к BTC market cap, мы говорим только о market cap BTC, о цене не говорим. Соответственно, если говорить об индексе доллара, то сейчас очень похоже, и в том числе не только на уровне, но и неким слепкам, похоже на март 21-го года. S&P 500, BTC, тоже похоже на март 21-го года. Но они, в общем-то, DXY и S&P 500, если по сравнению с графиками, они плюс-минус похожи, поэтому сейчас не будем. По доминации биткоина, которая честная, которая выкидывает, убирает стейблкоины, из общей капы убирает стейблкоины, и вот этот BTC к этому тоталу, но минус все стейблы, говорит о том, что мы тоже похожи на март. Немножко недотягиваем, можно подрасти, но в целом похожи. А по модели, если мы хотим понять капу альткоинов к BTC, капе BTC, просто понять, как меняется капа альткоинов, исходя из того, как меняется капа BTC, увидеть ее вот именно в этом соотношении, увидеть, как меняется альта, ее капа, мы тоже похожи на март 21-го года, причем похоже так, что как будто бы это случится в течение нескольких недель. Вот, я не люблю технический анализ, я его, скажем так, понимаю, что им этим историей могут манипулировать, когда это надо, все им тогда и в целом запустят, но все равно подводят какую-то базу, все равно есть какие-то стрепки, и вот из нескольких таких свежих мыслей, ну давайте посмотрим, что будет происходить в течение месяца-двух, проведем потом стрим, но посмотрим, насколько сработает этот прогноз. У нас пока прогноз нескольких показателей говорит, что март 21-го года, который был, он и похож, и по слепкам, ну он примерно скоро будет, может быть месяц, максимум два, потому что может быть по каким-то причинам растянута во времени, но альтсезон я ожидаю, ну может быть и летом, почему нет. Ништяк, заработаем бабок, значит. Я готов. Так, кто у нас следующий меня порадует? Вот нормальные вещи пошли, а то что-то два с половиной часа рассказываем, за что-то умное. У меня мозг сегодня что-то не особо варит умные вещи. Мне сказали, что в течение пару месяцев будет рост альты. Вот это я понимаю, это я понял. Давай свое мнение скажу. Я не сильно верю, что альтсезон будет в ближайшие два месяца. Я скорее верю, что альтсезон случится после выборов в Соединенных Штатах. Это во-первых. Во-вторых, просто опираясь на статистику предыдущих четырехлетних циклов, ну обычно всегда как бы новые ХАИ приходят спустя приблизительно год после халвинга. Нужны драйверы роста. Здесь драйвер роста какой? Это рост битка. У нас год ETF. И у нас вот допустим в команде есть сейчас он чейн аналитик. Его мнение такое, что сейчас на самом деле компании сидят и до августа месяца, до окончания финансового года, просто будут наблюдать за этим биткоином. То есть они должны увидеть, что это реально работает. И уже сентябрь, октябрь месяц, возможно, они примут решение загружаться. То есть крупные компании, они прям не побежали там с места в карьер в биток. Но если к августу месяцу в принципе вот эта динамика устоит, то дальше будет некий поход на новый уровень битка. И вот этот биток, он будет драйвером роста. То есть это вот первый драйвер роста. Второй драйвер роста – это эмиссия бакса. Ну, как бы Павел вышел, сказал ставка 5, никуда двигать ее не будем. Как бы с намеком, что потерпеть еще. Если на выборах, я не знаю, кто выиграет, но если выиграют демократы, то я уверен, они не воспользуются своим правом напечатать бабосиков. И скорее всего это будет происходить где-то там не раньше, чем в конце ноября, в начале декабря. Поэтому по всем таким, ну, как бы по трем вот этим факторам, что биток, если и будут пампить и покупать институционалы, то это будет уже где-то там осенью, выборы осенью. Ну и, собственно говоря, по четырем суперциклам, по четырем халдингам, то есть, ну, где-то год должен пройти на новый диапазон, чтобы выйти на новые уровни. Так, окей, принято. Виктор, ты добавишь? Да, добавлю. Я хотел сказать тоже, что согласен насчет выборов. Скорее всего, вероятность большая, что все-таки победит Трамп. И если победит Трамп, он, скорее всего, будет повышать инфляцию. То есть, все-таки он заставит Фед понижать ставку и при этом повышать инфляцию. Потому что он все-таки больше за проразвитие экономики, а не за ее стагнацию. За инфляцией инфляцией, но, соответственно, экономика должна развиваться. И он еще сейчас начал топить за крипту. Он понимает, что Байден очень против крипты. И ему прям даже вопросы задавали, есть даже видео, как он отвечает, все эти там предвыборные компании, какие-то интервью, что он внесет ясность в крипту, что он не против этого всего. И он не хочет, чтобы капитал покидал Америку. А, соответственно, очень многие там криптокомпании, они с такими неясностями, особенно с этим Гэри Гэнслером, они просто хотят покидать этот рынок ввиду того, что Гэри Гэнслер даже перед Сенатом США не может четко сказать «Ethere is security» или нет. Один простой вопрос – да, нет. Просто не может ответить перед правительством США. И, ну, я думаю, что еще очень важно все-таки для криптонов, особенно для крупных денег, потому что сейчас, по большому счету, все, что мы видим, мы не видим alt-сезону, потому что как бы ритейла здесь по сути нет. А крупные дяди, они все, что делают туда, не покупают биткоин. Эфирм сейчас менее интересен, потому что нет ясности, это security или не security, еще теперь перенесли результат по ETH эфира. Эфир очень плохо выглядит к биткоину, несмотря на то, что, да, в принципе, как бы биткоин уже давным-давно растет, и эфир как может хоть немножко идти вверх, ввиду того, что у него тоже много нарратива. Куча у два сетей, еще вот этот рестейкинг, то есть эфир может приносить дополнительный гилд хороший, помимо того, что награды за стейкинг, еще награды от рестейкингов, тройных и десятерных, потому что это все можно обернуть. Но, тем не менее, на цельный эфир это пока не влияет. И, скорее всего, вот когда мы знаем, да, четко, будет ли там эфир security или нет, если это разрешится, то это может быть триггером для дальнейшего роста, потому что нужна какая-то ясность. но я думаю, что все-таки лето может нас немножко удивить, опять-таки, из-за того, что это предвыборное лето. И плюс ко всему, тоже еще хотел добавить такая важная тема, которую мы не обсуждали, что сейчас выходит очень много проектов и очень много крупных проектов, а денег как бы больше на рынке не становится. И, соответственно, проекты, они еще постепенно начинают разлачивать токены и очень сильно разбавляется вообще вся капитализация всего рынка. А при этом, как бы, другие старые проекты или даже новые, они особо не растут, потому что нового залива денег нет. И это тоже большая проблема, переоценка новых проектов на выходе. То есть, это все-таки кто-то должен выкупать. Но пока мы видим, что даже самая, например, Селестия, да, она выстрелила, потом ушла в стагнацию, и, соответственно, все ждут уже что-то новое, жду что-то новое, жду что-то новое, но при этом как бы новые деньги не заходят. Но мне кажется, что летом все-таки мы увидим какое-то движение, потому что даже там смотреть по графикам, ну, к биткоину, альта, ну, просто уничтожила. И, как бы, вроде и страх есть, но с другой стороны все понимают, что халдинг прошел, все понимают, что биток обновил уже хаи, да, он немножко опустился, но, тем не менее, он сделал большое количество иксов. И поэтому я все-таки думаю, что летом мы должны немножко вырасти, хотя бы, хотя бы даже дойти до уровней там предыдущих, например, там, если по доу, то там 11-12, если там что-то, нет протоколов, обновить максимумы, может быть, вот предыдущие. Ну, а самое интересное, конечно, будет после выборов. Да, я с тобой согласен. Вот примерно на такой рост я и закладываюсь. То есть, я не жду, это важно понимать, то есть, я не жду летом роста там на 200, 300, 400 процентов. Я практически убежден, что вряд ли это произойдет. То есть, скорее, в такие истории я могу поверить уже вместе с макроэкономическими показателями, которые вот ребята достаточно умело привели до меня. Да и, в принципе, достаточно давно и по различным метрикам показывался и ожидался сезон скорее в 25-м году в целом понимании того, что мы от него хотим увидеть. Но летом я допускаю, что мы можем там увидеть 50-100 процентов и, возможно, там можно будет тоже что-то зафиксировать для того, чтобы попробовать перезайти ниже. Вот, поэтому надо за этим наблюдать. Так, по-моему, кто у нас еще? Тигран и Игорь, если я не ошибаюсь, еще не ответили. Да, давай я тогда послушай Тиграна, как и было. Давай. Да, спасибо большое. Слушай, вот на мой взгляд, давай просто вспомним очень кратко и перейдем к сути. 2017-2018 год биткоин растет, потом переливается, альта стреляет, классический альт-сезон, который вот пишут в учебниках. 21-й год, биток растет, альта, в принципе, параллельно битку растет и, в принципе, потом уже кульминация и после этого все сыпется. Причем, биток растет во всех двух этих сезонах, да, скажем так, после халвинга. В этом сезоне мы что имеем? Биток растет до халвинга, пробивает all-time high до халвинга. Параллельно с ним альта растет, но в среднем, если взять, не считая некоторые там экземпляры, например, как Солана, которая очень сильно выросла, да, и рост битка в процентном соотношении больше становится. Вся остальная альта, вот просто можете взять топ-альту, посмотреть самую низкую цену, по которой эта альта торговалась и посмотреть текущую цену. То есть большинство альты, они даже рост битка не перебивают. То есть сезона вообще как такого не было. И я считаю, что в этот раз реально всех обманут. То есть когда все думают, что летом ничего не будет, не будет, все, ноутбуки отложили, взяли семью, поехали отдыхать, тогда им нужно дать рост, чтобы никто не смог продать, никто не смог разгрузиться. А что касается осени, я думаю, как раз-таки до выборов они все должны делать по красоте, потому что после выборов там может и S&P 500 упасть, и всякие другие на пасти могут быть. Ну вот представь ситуацию, например, Трамп избрался, и все демократы хотят ему поднасрать, и они взяли и что-нибудь хреновое сделали с экономикой. Они же могут сделать, конечно могут. Посмотри в Facebook, посмотри все другие соцсети, кроме Twitter, они все под демократами и под их дудку они в принципе и поют. В общем, если суммировать, я как раз-таки до выборов жду, хороший рост, а после выборов я ничего хорошего не жду. Почему? Потому что они даже делают так, чтобы до выборов не было хороших сотрясений, чтобы все дружно, мирно пошли и проголосовали. А после этого в принципе они уже могут делать то, что захотят. Как-то так. Спасибо. Игорь, теперь ты, твоя предвыборная вещь. Да-да-да. Ну, на самом деле, честно, вот, как ты, Вадим, говоришь, касательно того, что 50-100% ты ждешь летом, это вполне может произойти, но я бы не сказал, что это как раз, как вот предыдущие, спикеры говорили, что это как раз альтсезон, да, в классическом понимании. Все-таки альтсезон, да, это какие-то хаи, это иксы и так далее, то есть переливание больших денег в альту. Я просто, мы вот с Артемом, с моим компаньоном еще много обсуждали такую вещь, что складывается вообще такое ощущение, что формирует веру, очень сильную веру в биткоин, да, то есть вот биткоин сейчас, да, вот он обновил пол-тайм-хай, он вырос сильно, да, сейчас подопустился, но при этом он сильно не проварился и мы понимаем, да, что на самом деле все это время все равно была большая стадия накопления, то есть биткоин накапливали и естественно сейчас еще никто не разгружался, потому что не было времени разгрузиться, не было некому покупать этот биткоин по таким ценам, потому что ну, я думаю, вы согласитесь, ну, я лично, например, не готов купить биткоин, по таким ценам, и я думаю, вряд ли кто-то готов, вот, и есть такая тема, что как будто нам показывают, что биткоин, ну, смотрите, биткоин, вот это реально, да, это криптовалюта, вот это круто, а альта, ну, это вот что-то такое, это щиткоин, оно всегда плетется за ним, и вот биткоин, это действительно актив, все остальное так, производно, вот, и, соответственно, я думаю, вот эта стадия, она должна продлиться какое-то время, и все сходится как раз в тот промежуток, вот как раз после выборов, конкретно ноябрь, декабрь, я не могу сказать, но я думаю, что плюс определенная, определенная определенность должна появиться, да, то есть вообще развитие, да, и какой-то, какие-то инвестиции и прочее, оно происходит в момент определенности, потому что мы знаем четкие правила игры, да, мы знаем, кто у руля и так далее, да, кто рулит экономикой, Америка, у Америки сейчас вот до выборов непонятный период, не ясно, что будет, вот, соответственно, после выборов появится как раз эта определенность, многие какие-то геополитические моменты могут разрешиться после выборов, да, это тоже даст какую-то определенность, и, соответственно, я думаю, что все-таки вот какой-то серьезный сезон, да, можно ожидать именно после выборов, то, что летом может произойти отрастание альты до значений начала весны или даже там, да, чуть выше, без проблем, но это, ну, я не думаю, что это как бы альт-сезон в классическом понимании, вот, вот такое мое мнение. Вадим и Тиграна, можно острый вопрос задать? А вот если, например, в июле или в августе, например, ну, разовьется какой-то локальный альт-сезон, а вы на каком уровне будете продавать, ну, то есть, какие там будете, условно говоря, иксы фиксировать, не сыграет ли, ну, как сказать, определенный страх или тревожность, а что если, ну, как бы вы выходите не вовремя? То есть, на каких уровнях, как вы будете ловить его, вот этот вот альт-сезон, который будет летом? Просто мне технически хочется, ну, узнать. То есть, не будет такого ожидания Фома, что, вот, допустим, сейчас там 3-4 икса, а вдруг дальше поедет? Ну, смотри, давай я отвечу. Я, честно, не жду 3-4 икса, все-таки я предполагаю, что это будет все скорее в 25-м году. Почему так? Но здесь опять же и прозвучал ответ Игоря, я в частности согласен, потому что что такое выборы? Это предвыборные лозунги и обещания, но далее за ними идут какие-то действия. Если власть поменяется, хотя, как бы это все спорный вопрос, меняется ли что-то на самом деле, ну, пусть на бумаге, если она поменяется, да, то нужно начать какие-то изменения, нужно начать реализацию обещанного. Поэтому я не думаю, что как только пройдут выборы, сразу все плохо станет. Нет, там уже власти наобещали людям достаточно много, и нужно будет эти обещания как раз-таки в начальной стадии, когда только выборы проходят, и их, как правило, выполняют. То есть начнут работать над улучшением экономической ситуации, стимула начнут, короче, деньги делают дешевле, и аппетит к риску у инвесторов вырастет. То есть вертолетные деньги, скорее всего, будут раздавать. И это произойдет не момент, а по щелчку пальцев выборы в ноябре, и все, и сразу же на следующий день у нас все поменялось. Поэтому я и допускаю, что это будет 25-й год. В целом, я уже больше года говорю, что 25-й год это тот год, когда я нацелен на нормальные иксы. С точки зрения, что я, почему я сейчас, например, приобрел на 90%, потому что я допускаю, что цены ниже, чем мы увидели в апреле 13-го числа на достаточно острой теме Ирана Дампа, так называемый, то есть я считаю, это некий черный лебедь был, тема была острая, и при этом последующее движение биткоина еще ниже не погрузило альткоины вот в ту точку страха еще ниже. То есть о чем я говорю? О том, что возможно, даже если биткоин уйдет на 55 и даже на 52, возможно, альткоины будут торговаться в той же зоне, а может быть и выше, чем я их откупал 13-го числа. Именно поэтому я сделал такое решение, что сейчас я беру. С точки зрения, если я увижу 2-3 икса, я думаю, я просто увеличу долю стейблкоинов до порядка 30-35% в своем портфеле, а основной капитал, который был до 13-го апреля, я просто оставлю. Потому что это не те иксы, собственно, которые я жду уже на протяжении, ну, хоть я и заходил там в 23-м году, но тем не менее за рынком наблюдаем, мы уже третий год ждем этот альтсезон. И сейчас времени, на мой взгляд, осталось как раз таки, почему я сейчас топлю больше, что вот я, да, ты сам знаешь, что ты по дропам не очень, и вечно угораешь надо мной с этими дропами, но я уже сейчас потихонечку начинаю перестраиваться на рельсы с дропов в портфель, потому что я считаю, что потенциально именно портфель сейчас даст больше, чем аирдроп. Аирдропы, спасибо им за прекрасно проведенное время в режиме медвежки, да, но сейчас до альтсезона, будь он там через два месяца, через полгода или в течение года, это уже не три года. И вот раскрыть свой портфель, заработать на него иксы, это мне гораздо интереснее, потому что, ну я не знаю, там условно в большом капитале, у всех он разный, там сотни тысяч долларов, миллионы долларов, ну дропы делать на весь этот капитал никто не будет, да, и по риск револьду не очень, да и собственно масштабы большие. А закотлетить, набрать портфель и ксануть его, приумножить на этот объем, это как бы гораздо интереснее, нежели ты с капиталом, пусть в миллион долларов, выделишь 10% на дропы, 100 тысяч, да, и будешь ожидать там каких-то иксов, но ты иксы ты получишь от 100 тысяч, а не от миллиона долларов условно, поэтому у меня вот ожидания примерно такие, ну и действия примерно заложены тоже так же. Тигран, тебя еще хотелось послушать. Слушай, при 200-300% с текущих, с той цены, которую я взял, можно тебе забрать, да, да-да-да, я с радостью свое заберу, прям с огромнейшим удовольствием, где-нибудь эти стейблкоины, где-нибудь, лейер зира, припаркую, если, конечно, не побреют на первом сезоне, снэпшот номер один, вот, и в принципе, и дальше буду ждать, в принципе, я не жадный человек, реально, если на текущий портфель, там, 2-3, икса, мне это реально хватит, чтобы уволить с работы, и в принципе, там, не работать где-то год, чилить, отдыхать, вот, кстати, я многим как раз-таки и советую, вот, эти виртуальные иксы, переложите в реальные, купите себе что-нибудь, хорошее, там, для семьи, для мамы, для папы, куда-нибудь съезжайте, попутешествуйте, в общем, вот, эти виртуальные иксы, они вообще ни о чем, так, между делом, если кто-то нас слушает, и уже, там, например, 5-6 иксов у него есть на портфель, задумайтесь над этим. Спасибо. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, заканчивать, все-таки у нас почти 3 часа, я думаю, там, все уже устали, плюс потом ребятам это слушать, придется достаточно долго и монтировать, поэтому спасибо всем, кто присоединился, я думаю, есть пища для ума, подумать, поразмышлять, также пишите в комментариях, я, наверное, выложу это и в ютубе, пишите, задавайте вопросы, ребята, я думаю, тоже на них, если вопросы будут здравые, поотвечают в комментах. Парни, что, спасибо, что уделили время, праздничный день, 3 часа, ценю. Вадим, я хочу буквально 2 минуты кое-что добавить, если ты позволишь. Давай. Я хотел сказать, вот затрагивали тему биткоина, что сейчас направляют внимание все на биткоина, как будто эфир, альта, они как бы не нужны, но на самом деле, заметьте, что сейчас происходит, по большому счету, биткоин может оказаться такой достаточно темной лошадкой, потому что сейчас разрабатывает ряд протоколов, концепцию shared security с помощью биткоина, то есть если этот вопрос решат технически, то как бы получать защиту от эфира смысла нет, если ее можно получить от биткоина, от более децентрализованной и более ценной сети. И, соответственно, потом еще решат вопрос, чтобы сделать биткоин settlement layer, когда какие-то там L2 сети будут все делать, потом это zikara lapete, потом пруфы непосредственно публиковать на биткоине с помощью тех же каких-то там ordinals и так далее, то, соответственно, эфир тоже и в этом плане будет не нужен, потому что зачем нам settlement layer в виде эфира мировой, если есть биткоин, опять-таки, самая старая, самая дорогая, самая защищенная сеть. Поэтому здесь тоже так все неоднозначно, даже на примере shared security. Внедрил изначально это DOT, все это рынок воспринял очень плохо, особенно эфир максималисты. А кому это надо, кому это надо, а теперь eigen layer, самый хайповый проект этого бычьего рынка, потенциально. И это что? Это просто то же самое, что изначально внедрил Polkadot. А теперь это еще и теперь переносят на биткоин, что может еще гораздо ценнее быть. Поэтому я думаю, что не просто так обращают внимание те же институционалы на биткоин. И возможно он у нас еще удивится этими L2 решениями, shared security моделями. Ну, может быть. Такое тоже может быть. От этого никто не застрахован. Но вот как раз увидим, интересно будет. Мне кажется, знаешь, что здесь есть какой-то определенный замысел. То есть консенсус, опять же, большинства. Вообще надо стараться играть против большинства. Консенсус большинства, что зачем покупать биткоин, на нем я не заработаю, надо типа что-то делать другое. И в этой нарративе как раз-таки я вижу, почему биткоин будет стоить больше, чем он стоит. То есть я лично допускаю, что в данном цикле биткоин отметку в 100 тысяч долларов преодолеет. Скорее я вижу там диапазон около 130 тысяч долларов. А многие его не ждут, не допускают. При этом что нам делают сейчас? Вот к чему нас приучают, что как бы биткоин типа все, отыграл, большинство его не покупает. Дальше нас к чему приучают, что альткоины за три года даже не обогнали биток. Биток сделал там больше трех иксов, альткоины, ну посмотрите на дот, сколько, два икса сделал. Какие-то альткоины типа ЭКХ вообще на дне находятся, на лоях на своих. Ну и так далее. То есть они не обыграли индекс, так называемый, биткоина. А они вообще созданы для того, чтобы его по сути обыгрывать. И по факту сейчас нарратив, опять же, масс какой, лето. Ничего не произойдет. Может такое быть? Может быть. И как будто бы хочется делать все наоборот. От слова совсем. Тема с тем, что сейчас за биткоин взялись, она тоже такая, достаточно весомая. Если и правда будут... Ну опять же, я не знаю, насколько, блин, это нужно все. Да, то есть по факту децентрализация, то, что сеть более децентрализованная, но я не очень верю вообще в целом в децентрализацию, что она кому-то нужна. Скорее, наверное, я противником буду здесь выступать. Не я противником буду выступать, а именно государство, именно корпорации, в чьих руках сейчас ВЭП-2 сосредоточено. То есть все централизовано и, скорее всего, централизованное останется. Да и на самом деле, если смотреть, то в децентрализованной иерархии работает все плохо. Даже банально вещи там в приватке какие-то на голосование выносишь, понимаешь, что, блин, зачем это вот реально централизованное какое-то решение, оно делается быстрее и гораздо лучше, чем там что-то децентрализованное. Все это, мне кажется, такая пища для хомяков больше. Не знаю, плохо верю в децентрализацию. Но то, что на хайпе того, что альткоины якобы должны раскачать, а биток уже все, я думаю, что биток не все, что биток еще на каких-то новостях, там, будучи ETF, не ETF, опять же, будут растить, хотя сейчас все ждут, что это будет альтсезон. Но вопреки ожиданиям может пойти рост биткоина. Понятно, что альта за ним тоже там растет, как это и было, но не так. Да, то есть полностью опять еще раз все разуверуют в то, что вообще нужно альткоины какие-либо покупать, потому что абсолютно они не растут. Нас еще по изморам могут взять вот с этими альткоинами, чтобы абсолютно желание у всех отпало. Сейчас даже если мониторить чаты, повестка такая есть. Сейчас есть в принципе повестка, что дропы все, потому что уже разочарование идет максимальное. Дропы последние сыпят копейки, люди обузят эти дропы годами, там лейероздиеры уже несколько лет обузят и до сих пор там вот в судорогах трясутся, побреют их в течение этого месяца или нет, или там плюс чуть больше. То есть тут тоже есть большое разочарование и уже как будто не хотят заходить. То же самое, мне кажется, и с альткоинами. Еще по мурыжету сделать могут так, что альткоины по сей день еще не смарт-идеи, даже те, кто их набрал, еще могут разочароваться. И вот только потом, когда в альткоинах будет минимальное количество людей, сделают хороший вынос для того, чтобы заработать, но убедившись в том, что там мало людей, которые едут на одном и том же самолете. Вот примерно такая. Короче, очень все хитро, но мы не можем в действительности знать на 100% и отгадать, поэтому чисто делая ставку на время, а время, как я уже и сказал, там три года прошло, то есть большая часть цикла, она прошла. И в любом случае развязка, она где-то не очень далеко. И поэтому именно сейчас я не хочу остаться за бортом, когда, типа, я три года за этим всем следил и ждал этой возможности, а теперь останусь за бортом и посмотрю, как самолет улетит без меня. А достаточно сделать за день плюс 70% по активам, и вы уже в эти активы заходить не будете. Это психология. Да даже 50%. Просто то, что вы, сколько я по себе раз это замечал, то, что я там мониторю некоторые активы, хочу купить их, хочу купить. Раз, на следующий день просто рынок разворачивается, эти альткоины дают по 40%, ты их уже не покупаешь. Они на следующий день еще дают 30% и так далее. То есть они уже стоят x2, x3, все, ты остался вне гонки, ты не будешь в ней участвовать. Поэтому сейчас именно я сделал ставку на формирование портфеля. При этом я допускаю, что мы можем и по битку идти ниже, и альткоины еще могут проявиться. Вадим, короткую ремарку позволю. Мысль о безопасности биткоина, как некого базового слоя, она мачится с мыслями Майкла Сейлора. Он где-то неделю назад там в наступлении у него было. Он говорил о том, что он не верит в то, что эфир будет развиваться в этом десятилетии, что, скорее всего, время его еще пока не пришло. А вот по биткоину он говорит, что эта сеть сама себе прокладывает маршрут. То есть на сегодняшний момент он говорит, что эта сеть натурно расползается в те места, где есть дешевая электроэнергия. То есть там, где есть дешевая электроэнергия, возобновляемая электроэнергия, туда, собственно говоря, физически заходит сеть биткоина. То есть, ну, как бы его месседж в том, что сеть разворачивается географически очень плотно. То есть, что это самое покрывающее пространство сеть. Да, понял. Ребят, ну все. Давайте, наверное, заканчивать. Без пяти, как мы три часа вещаем. Всем огромное спасибо. Тут пищи для ума действительно много. Три часа разно, полярные где-то местами, где-то идентичные по схожести мыслей. Но я думаю, что каждый слушатель найдет для себя какие-то интересные умозаключения. Возможно, и поспорит. И если есть нормальная, логичная аргументация, только за. Приветствуется. Пишите в комментариях, почему там вы считаете, рынок может пойти другим путем, а не так, как мы озвучивали. И приводите аргументы. Будет интересно почитать на самом деле. Потому что две головы хорошо. Ну, в данном случае не две, да, мы пять, но в чате и в канале нас намного больше. Ребята, еще раз всем спасибо за то, что уделили время. Собрались все. Знаю, что это не так просто. У всех тем более разные часовые пояса. Но поэтому и ценю вас. Чего? Всем пока. Всем пока. Все, спасибо, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok